Бласко и Баньес. Куртизанка Сонника. Текст романа дается в редакции 1894 года. Глава первая. Храм Афродиты. Когда судно сагунтинского моряка Полианта появилось в виду его родины, рыбаки и моряки издали узнали своими зоркими глазами, привычными к ширине морского горизонта, шафранного цвета паруса и статую Победы с распростертыми крыльями и короной в правой руке, занимавшую всю ширину носа корабля, так что ноги ее касались воды. Это судно Полианта Викториана возвращается из Гадеса и Нового Карфагена. Три отделения сагунтинского порта соединялись с морем широким каналом и были окружены террасами, на которых теперь теснился народ, чтобы лучше видеть приближающееся судно. Болотистые низины, покрытые камышами и перепутавшимися водными растениями, тянулись до Сукронесского залива, выделявшегося изогнутой полоской своих линий и лазоревым цветом. На нем, как рой мух, сновали челны рыбаков. Корабль тихо приближался к входу в порт. Красный парус его трепетал под легким дуновением ветерка, но не надувался более. Три ряда весел начали работать, двигая судно по белой пене, как бы запиравший вход в канал. Наступал вечер. На холме около порта возвышался храм Венеры Афродиты. В его полированном фронтоне отражались лучи заходящего солнца. Золото разлилось по голубоватым мраморным колоннадам и стенам храма, будто отец дня огненным поцелуем прощался с богиней моря. Цепь темных гор, покрытых пиниями и кустарниками, громадным полукругом, окаймляла лежавшую между нею и морем плодоносную долину с ее белыми загородными домами и башнями, тонущими в зелени деревьев. Над ними на скате гор расстелался древний город Зацинто. Он виднелся вдали, в дымке поднимавшихся от земли паров, и его дома казались подавленными множеством стен и башен. Выше всего стояла кропль с циклопическими стенами и массой храмов и общественных зданий. В порту еще кипела работа. В большой лагуне два марсельских судна грузились вином. Корабль из Либурнии набирал запас сагунтинской глины, чтобы продать ее в Риме. Карфагенская галера скрывала в своих недрах пласты серебра, добытого в кельтеберийских рудниках. Другие суда с собранными парусами и опущенными веслами стояли неподвижно около молла, как заснувшие птицы. Тихо покачивали они изваянными на их носах любимыми украшениями Александрийского флота, головами крокодилов и лошадей, или страшными карлами, подобными тому, который красовался на корабле финикийца Кадмия во время его удивительных странствий по морям. Рабы в одеждах, состоящих из перевязи вокруг бедер и белой шляпы, с напряженными потными мускулами, сгибаясь под тяжестью амфор, кусков металла и других товаров, беспрерывной вереницей тянулись по доскам с берега на судно и наполняли товарами, заранее нагроможденными на малу. У входа в центральный бассейн порт охраняла высокая башня, купая в глубине моря свой крепкий фундамент. Прикрепленный к железным кольцам в стене этой башни качался военный либурийский корабль с высокой кормой, с изображенной на носу головой овна, с опущенными громадными парусами и зубчатой башенкой близ мачты. Вокруг бортов виднели сложные щиты классиариев, солдат, предназначенных специально для морских сражений. Это было римское судно. Оно должно было на следующее утро отправиться обратно с посредниками, посланными Великой Республикой для разбора смут волновавших Сагунт. Со второго бассейна, где строились и поправлялись суда, доносились звуки инструментов, ударявших по твердому дереву. Как адские чудовища виднелись там полуразрушенные, лежавшие в песке галеры, открывая сквозь оторванные борта крепкую структуру или глубокий мрак своих недр. В третьем, наименьшем бассейне, становились на якорь лодки рыбаков. Над ними капризными извивами носились чайки, спускаясь иногда, чтобы схватить плавающие на поверхности воды отбросы. Старые и молодые женщины собирались на берегу в ожидании барок с рыбой из Сукраненского залива, где рыбный промысел был отдан в аренду наиболее отдаленному племени Кильтиберии. Сагунтинское судно должно было привести много того, чего желали жители порта. Рабы двигались медленнее, так как внимание приставленных к ним надсмотрщиков было поглощено прибывающим кораблем. Спокойные граждане, сидевшие на набережной, ловя на удочке жирных угрей, забывали о своей ловле, глядя на Викториану. Она уже вошла в канал. Корпуса ее не было видно. Мачта с опущенным парусом плавно двигалась над высоким камышом, окаймлявшим вход в порт. Вечерняя тишина нарушалась лишь кваканьем лягушек в окрестных болотах и пением птиц, доносившимся из оливковых рощ храма Афродиты. Молотые арсенала медленно били, люди в порту болтали, следя за ходом судна Палеанта. Когда Викториана обогнула острый сгиб канала, глазам толпы явились ее золотая статуя и первый ряд красных весел, ударявших по воде с такой силой, что от них летели брызги. Толпа, среди которой были семьи моряков, разразилась восклицаниями. «Здорово, Палеант! С приездом сына Афродиты! Да осыплет тебя благодеяниями твоя госпожа Сонника!» Голые растрепанные мальчишки бросались с головой в воду и плавали вокруг судна, как маленькие тритоны. Обитатели порта восхваляли своего соотечественника, охотно преувеличивая его достоинства. Все было в порядке на его судне. Богатая Сонника должна была остаться довольной своим отпущенником. На самом носу корабля, недвижим, как статуя, стоял Проретта, внимательным взором следивший, какие могли оставаться препятствия впереди. Матрусы гребли, мерно разгибая свои голые, потные, блестевшие на солнце спины. На возвышенном месте кормы стоял кормчий сам Палеант. В развивающейся красной одежде он не обращал внимания на крики толпы. Он держал руль правой рукой, а левой — белую палочку, с помощью которой управлял движениями гребцов. Около мачты стояли группы людей в чужеземных одеяниях и женщин, окутанных в широкие плащи. Судно, только что выдержавшее сильные удары волн залива, теперь, как громадное насекомое, тихо проскользнуло в порт, прорезая килем как бы застывшую мертвую воду. Когда бросили якорь и придвинули сходни, гребцам пришлось силой сдерживать толпу, хлынувшую было на палубу корабля. Кормчий отдавал приказание, и его красная одежда развивалась пламенным пятном под лучами заходящего солнца. «Эй, Палеант, с счастливым приездом мореход, что нам привез?» Кормчий увидел на берегу двух верховых. Тот, что окликнул его, был в белом плаще, конец которого, накинутый на голову, оставлял открытой только его завитую и надушенную бороду. Его товарищ крепко стиснул бока лошади сильными голыми ногами. На нем был сагум кельтиберийцев. Короткая шерстяная туника, через плечо был привешен широкий меч. Его всклокоченные волосы и борода обрамляли смуглое мужественное лицо. «Здравствуй, Лакаро, здравствуй, Алорко», — сказал моряк очень почтительно. «Видели ли вы мою госпожу Соннику?» «Не дальше, как этой ночью. Мы ужинали на ее даче», — ответил Лакаро. «А что ты привез?» «Скажите ей, что я привез серебристый свинец из Нового Карфагена и шерсть из Бетики. Хорошее было путешествие». Молодые люди подобрали по воде своих лошадей. «Ах, постойте», — крикнул Полиант, — «скажите ей, что я не забыл ее поручение и исполнил его. Привез танцовщиц из Гадеса». «За это мы все поблагодарим тебя», — сказал со смехом Лакаро. «Прощай, Полиант, да будет к тебе благосклонен Нептун». Наездники пустились вголоп и скоро скрылись за хижинами, расположенными у подножья храма Афродиты. В это время один из пассажиров сошел с корабля и прокладывал себе дорогу в толпе, теснившейся у сходней. Он был грек. Все узнали это по его пилеосу, конической кожаной шапочке, напоминающей головной убор Улиса на греческих картинах. На греке была темная короткая туника, подпоясная ремнем, свисевшей на нем сумкой. Хламида, падавшая ниже колен, была скреплена на правом плече медной застежкой. На его ногах были ремневые, потертые, запыленные сандалии. Мускулистые и тщательно освобожденные от волос руки старались держать прямо копье. Короткие вьющиеся волосы, вырываясь из-под шапочки, окружали его голову, как венцом. Они были черные, но в них, как и в бороде, уже проглядывала седина. Над верхней губой усы были выбриты, как водилось в Афинах. Это был человек сильный и в то же время ловкий, мужественный, крепко сложенный и здоровый. В его несколько насмешливом взгляде был огонек, присущий людям, рожденным для блеска и власти. Он проходил по незнакомому порту с уверенностью путешественника, привыкшего ко всяким странностям и неожиданностям. Солнце закатывалось, работы в порту прекращались, народ расходился. Перед иностранцем проходили партии рабов, обтиравших с себя пот и потягивающих свои наболевшие члены. Понукаемые палками своих смотрителей, они шли на ночлег в горные пещеры или в мельницы для выжимания оливкового масла, находившиеся близ таверн для матросов, трактиров и публичных домов, которые, как принадлежность порта, своими земляными стенами и деревянными крышами теснились у подножия холма Афродиты. Купцы отыскивали своих лошадей и телеги, чтобы возвратиться в город. Они проходили группами, рассматривая надписи на своих дощечках и обсуждая дневные дела. Их различные типы, одеяния и манеры указывали на смешение народностей, царствовавшее в Зацинто, в торговом городе, соперничавшем Сампурией и Марселем, куда с давних пор стекались все суда Средиземного моря. Азиатские и африканские купцы, привозившие слоновую кость, страусовые перья, пряности и благовония для городских богачей, отличались благородной и важной осанкой, на них были туники с вышитыми золотом цветами и птицами, зеленые сапоги, высокие тиары с бахромой, бороды их спускались на грудь горизонтальными волнами мелких завитков. Подвижные греки болтали, смеялись, хвалились своими товарами и громко порицали иберийских экспортеров, серьезных, бородатых, диких, одетых в грубую шерсть, отвечавших презрительным молчанием на то, что считали пустой болтовней и лишними словами. Моллы пустели, вся жизнь перешла на дорогу к городу, где в пыли скакали лошади, гремели экипажи и бежали мелкой рысой африканские ослики, несшие на спинах каких-нибудь толстых горожан, сидевших наподобие женщин. Грек шел по моллу за двумя людьми, одетыми в короткие туники, их конические шапки со спускавшимися по бокам крыльями напоминали те, что носили эллинские пастухи. Это были городские ремесленники, они провели день, занимаясь рыбной ловлей, и возвращались домой с гордостью, рассматривая свои корзины с мелкой рыбой и несколькими угрями. Они изъяснялись обычным языком этой древней колонии, находившейся в постоянных торговых сношениях со всеми народами земли, то есть в иберийскую речь вмешивали греческие, латинские слова. Грек с любопытством иностранца прислушивался к их разговору. «Ты пойдешь со мной, друг», — сказал один из них. «Я держу своих ослов, которые, как ты знаешь, служат предметом зависти для соседей в гостинице Абелиана. Мы попадем в город прежде, чем запрут ворота. Благодарю тебя, сосед. Действительно опасно ходить одному, когда везде шныряют искатели приключений, которых мы нанимаем из-за войны, а также злоумышленники, ушедшие из города во время последних беспорядков. Ты верно слышал, что третьего дня на дороге нашли тело Актея, «Бродобрея из форума». Его зарезали и ограбили, когда он утром возвращался из своего загородного домика. Теперь говорят, после посредничества римлян мы будем жить спокойно. По требованию римских легатов отрубили несколько голов и уверяют, что мы теперь заживем мирно. Они на минуту остановились и оглянулись на римскую галеру, едва видимую около башни, уже окутанной по кровам ночи. Потом, задумавшись, продолжали путь. «Знаешь», — опять заговорил один из них, «я только башмачник, имею палатку на форуме, скопил понемножку мешок серебряных викториатов, чтобы спокойно дожить до старости, сидя вечером у своих детей, опершись на палку. Я не учен, как те риторики, что гуляют за городскими воротами, крича, как в фурии, неразумен, как философы, собирающиеся в портиках форума, чтобы при насмешках торговцев спорить о том, кто более прав из афинских мудрецов. Но при всем моем невежестве я все же себя спрашиваю, к чему борьба между живущими в одном городе, которые должны были бы относиться друг к другу, как братья. Зачем это? Товарищ башмачник одобрял его, быстро кивая головой. «Я понимаю», — продолжал ремесленник, «что время от времени у нас могут быть воины с соседями турдетанами, ну, там, из-за водоснабжения или из-за пастбищ, из-за границ или, чтобы помешать им разрушить наш прекрасный порт. Тут, конечно, горожане могут вооружиться, воевать, опустошить поля врагов, сжечь их жилища. Это люди не нашей породы и должны уважать великий город. К тому же война доставляет рабов, которых часто не хватает, а без рабов что будешь делать?» «Я беднее тебя, сосед», — сказал другой рыболов. «Седла, которые я делаю, приносят меньше дохода, чем твоя обувь, а все же я имею одного раба, который много помогает мне в моей работе, а война очень выгодна моей торговле». «Война с соседями — это ничего, пускай себе будет. Молодежь развивает свои силы, желает отличиться. Республика получает большее значение. Воины, отправляясь по городам и долинам, покупают сапоги, седла. Прекрасно! Поощряется торговля. Но скажи, пожалуйста, зачем форум уже больше года как обращен в поле брани, а каждая улица в крепость? Вот сидишь ты себе в своей палатке, расхваливаешь какой-нибудь покупательнице элегантность модных в Азии сандалий из парусины или прочность греческих катурнов. Вдруг на ближней площади раздается шум оружия, крики, стоны умирающих, и тебе остается одно — поскорей запереть лавочку, чтобы какой-нибудь острый меч не пригвоздил тебя к твоему сиденью. И за что? Какая причина заставляет людей драться, как котов, в столь спокойной и трудолюбивой прежде зациньте?» Заносчивость и богатство греков начал было его товарищ. Да знаю я эту отговорку. «Ненависть между иберийцами и греками, уверенность, что последние вследствие богатства и учености владычествуют над первыми и эксплуатируют их, как будто в городе есть в самом деле греки и иберийцы. Иберийцы — это те, что живут за окружающими нас горами. Грек — это вот тот человек, что приехал сегодня и идет теперь за нами. А мы, мы только дети Зацинта или Сагунта, как хочешь называй наш город. Мы — результат многих встреч на земле и море. Сам Юпитер не сумел бы сказать, кто наши предки. С тех пор, как Зацинт был укушен змеей, и наш отец Геркулес положил основание стенам Акрополя, кто может знать, какие люди пребывали сюда и поселялись здесь, и кто силой присвоил себе их поля и каменоломни. Сюда приезжали люди из Тира в поисках глины, моряки Занта, убегавшие семьями от своих тиранов, земледельцы из Ордеи, уроженцы Италии, бывшие в свое время могущественными, но теперь униженные Римом, карфагенине, когда они более думали о торговле, чем о войне, и кто знает, сколько еще разного людо. Надо послушать педагогов, объясняющих историю в портиках храма Дианы. Я сам, разве я знаю, кто я, грек или ибериец? Мой дед был отпущенник из Сицилии. Он нанялся здесь, на гончарный завод, и женился на Кельтиберийке, жившей внутри страны. Моя мать была лузитанка, участвовавшая в экспедиции, имевшей целью продажу в Александрии золотого песка. А я? Я останусь сагунтинцем, как и все. Те, кто в сагунте называют себя иберийцами, веруют в греческих богов. Греки же бессознательно принимают многие обычаи иберийцев. Они считают себя разными народностями только потому, что живут в отдельных частях города. Однако праздники у них те же, что и в близких панафинеях. Ты увидишь сынов эллинских купцов и земледельцев, одетых в грубые шерстяные ткани и отращивающих бороды, чтобы быть похожими на дикие племена внутри страны. Да, но ведь греки всем овладели, сделались полными господами всего, взяли в свои руки жизнь города. Они самые образованные, самые отважные. В них есть что-то божественное, вдумчиво произнес башмачник. Посмотри на того, кто идет за нами. Он одет бедно. В его кошельке, наверное, нет и двух оболов, чтобы поужинать. Он, может быть, будет спать под открытым небом, а между тем он, не преувеличивая, имеет вид Зевса, сошедшего к нам с небес. Оба ремесленника инстинктивно оглянулись на грека и пошли дальше. Они подошли к хижинам, где из-за близости порта ютилось многолюдное население. Есть другая причина, разделяющая нас вражды, сказал сидельщик. Не ненависть между греками и иберийцами, а то, что одна партия желает быть в дружбе с Римом, а другая — с Карфагеном. Не надо дружить ни с теми, ни с другими, наставительно произнес башмачник. Надо жить спокойно и торговать, как прежде. Вот и будем благоденствовать. Я обвиняю греков только в том, что они склонили нас к дружбе с Римом. Рим — победитель. Так, но он от нас далеко, а Карфаген рукой подать. Войско нового Карфагена может быть здесь в несколько дней. Рим — наш союзник, и сумеет защитить нас. Вот уж его легаты, уезжающие завтра, прекратили наши беспорядки, отрубив головы гражданам, возмущавшим мир и спокойствие города. Да, но эти граждане были друзьями Карфагена и издавна под покровительством Гамилькара. Ганнибал не забудет друзей своего отца. Э, Карфагену также нужен мир для развития торговли и богатства, несмотря на нападение в Сицилии, они страшатся Рима. Страшатся сенаторы, но сын Гамилькара молод, боюсь я этих сделавшихся предводителями ребят, которые забывают вино и любовь ради славы. Грек не мог более ничего расслышать, так как ремесленники скрылись за хижинами, и звуки их слов заглохли вдали. Иностранец был совершенно одинок в этом незнакомом порту. Моллы уже были безлюдны, начинали блестеть кое-где фонари на кормах кораблей, и вдали над морем восходил диск луны цвета меда. В маленьком порту рыбаков еще замечалось некоторое движение. Женщины, обнаженные по пояс, сдержа между ног отребье, служившие им одеждой, стоя в воде, мыли рыбу, потом, положив ее в корзины, ставили их на голову и шли, таща за собой виснувших на них малюток. С судов сходили группы людей и направлялись к нищенским постройкам у подножия храма. Это были матросы, разыскивающие таверны и публичные дома. Грек знал их обычаи. Таких портов, как этот, он видел много. Храм на высоте служил вехой морякам. Под ним внизу было вино, дешевая любовь и кровавые схватки, как финал праздника. Грек подумал было пойти в город, но это было далеко, и он не знал дороги. Он решил остаться тут и поспать где-нибудь до восхода солнца. Он вошел в узкие кривые переулки между невряд построенными, будто случайно с неба упавшими домишками, с их земляными стенами, тростниковыми крышами, узкими оконцами, с отверстиями, завешанными оборванными коврами вместо дверей. В некоторых менее нищенских домах жили торговцы, доставлявшие продовольствие на суда, маклеры, продававшие зерно, и те, кто с помощью нескольких рабов доставал воду из источников долины и снабжал ею корабли. Но большей частью в этих жилищах помещались кабаки, таверны и публичные дома. На некоторых из этих заведений красовались греческие, латинские и иберийские вывески, намалеванные охрой. Кто-то окликнул грека толстый, лысый человек, стоя у своего порога, делал ему какие-то знаки. «Здравствуй, сын Афин!» Он назвал имя самого известного греческого народа. «Проходи сюда, будешь между своими, мои предки были оттуда, посмотри на вывеску моего трактира «Паллада Афина». «Ты у меня найдешь лауронское вино, не уступающее оттическим. Если хочешь попробовать кельтийское пиво, оно есть у меня. Могу, если желаешь, предложить тебе и бутылочку самосского вина, такого доброкачественного, как сама богиня Афина, украшающая мою вывеску». Грек сделал, улыбаясь, отрицательный знак, а велеречивый трактирщик уже приподнимал завесу своего логовища, пропуская в него толпу матросов. Через несколько минут Грека остановил свисток, как будто призывавший его из глубины одной хижины. Старуха, закутанная в черный плащ, стоя у двери, делала ему знаки. Внутри, при свете глиняной лампы, подвешенной на цепочке, было видно, несколько женщин, сидевших на циновках с видом смирившихся животных и проявлявших жизнь только застывшей улыбкой, показывающей их блестящие зубы. «Ты, однако, прыткая мать», сказал смеясь иностранец. «Постой, сын Зевса», возразила старуха на эллинском языке, испещренном грубым акцентом и свистящим дыханием ее беззубого рта. «Я сейчас узнала, что ты грек. Все твои соотечественники прекрасны и веселого нрава, а ты похож на Аполлона, ищущего сестру свою небесную. Войди, здесь ты найдешь!» И, схватив иностранца за его хламиду так сильно, что чуть не разорвала ее, старуха начала перечислять все прелести ее иберийских, балеарских и африканских питомиц. Одна была высока и величественна, как Юнона, другая маленькая и грациозная, как александрийские и греческие гетеры. Когда же мнимый покупатель оторвался от нее и отошел, старуха повысила голос и, думая, что не угодило его вкусу, продолжала докладывать, что у нее есть еще девушки белые с длинными волосами, прекрасные, как сирийки, которых так любят в Афинах. Грек уже вышел из кривого переулка, а все еще слышал голос старухи, как бы опьяневшей от своих гнусных предложений. Он вышел в поле на дорогу в город. Направо от него был холм храма, и у подножия его дом несколько больший, где помещалась харчевня, освещенная красными глиняными лампадами. Через окна и двери было видно, что делалось внутри. Там сидели на каменных скамьях моряки всевозможных стран, говорившие на различных наречиях. Были и римские солдаты в бронзовых чешуйчатых латах с короткими мечами, висевшими с плеч. С поставленными у ног шлемами, увенчанными красной щетиной из конских волос. Были грибцы из Марселя, почти голые, с ножами, скрытыми под тряпками, окутывавшими их бедра. Финикийские и карфагенские моряки в широких шароварах, в высоких шапках, в форме митр, с тяжелыми серебряными серьгами в ушах. Негры из Александрии, силачи с неловкими движениями, показывавшие при улыбке острые зубы, напоминавшие возмутительные сцены людоедства. Были кельты и иберийцы, в темной одежде, с непокрытыми спутанными волосами, смотревшие недоверчиво и инстинктивно протягивающие руки к своему широкому ножу. Несколько грубых людей из Галлии, с длинными усами, с огненного цвета волосами, с завязанными узлом, испадавшими им на затылок. Наконец, люди, заброшенные сюда со всех концов света, случайностями войны или морских путешествий. Сегодня победоносные воины, завтра, то рабы, то моряки, то пираты, без законов и национальности. Они боялись только главу судна, который, не задумавшись, мог велеть наказать их кнутом или распять, и верили лишь в свой меч и в свои мускулы. По ранам, бороздившим их тела, по обрезанным ушам, прикрытым грязными волосами, можно было догадываться об их прошедшей жизни, полной ужасающих тайн. Они ели, стоя у прилавка, на котором находились ряды амфор с заткнутыми свежими листьями горлышками. Другие, сидя на осложенных из камня скамейках, держали на коленях глиняные блюда. Большинство лежало на животе на полу, как звери, делящие добычу. Они простирали волосатые руки над большими блюдами, между слов, шумно шевеля челюстями. Они не пропускали случая наливать себе вина и требовать женщин. Измученные бездействием во время путешествий или грубой дисциплиной на кораблях, они теперь предавались еде и питью, как какие-нибудь сказочные людоеды. Скученные в тесном помещении, задыхаясь от чада лампад и запаха кушаний, они все же чувствовали потребность общения и между глотками разговаривали со случайными соседями на языке, который состоял больше из жестов, чем из слов. Карфагенинин рассказывал греку о своем последнем путешествии по серому туманному великому морю за геркулесовыми столбами до берегов, известных только его соотечественникам, где они добывают олово. В другом углу негр передавал двум кельтеберийцам о поездке по Красному морю, о его берегах, пустынных днем, но по ночам покрытых движущимися огнями, о местах, где живут люди, покрытые шерстью и быстрые, как обезьяны, шкуры которых, набитые соломой, посылались в египетские храмы как дань богам. Наиболее старые римские солдаты вспоминали свою великую победу при Агастистских островах, положившую конец войне, изгнав Карфагенин из Сицилии. Они в своей дерзости победителей не обращали внимания на то, что их слушали побежденные. Иберийские пастухи, находясь среди моряков, старались умолить значение их похождений, говорили о волшебной быстроте коней, их племени, в то время как какой-нибудь маленький грек, живой и остроумный, начинал, чтобы унизить варваров и показать превосходство своего народа, декламировать отрывки изоды, выученной в Пирейском порту, или затягивать медленную, нежную песню, которая терялась в шуме разговоров, жующих челюстей и звона посуды. Требовали больше света, атмосфера в душной таверне становилась гуще, на черных от сажей стенах еле видные светильники лампад казались пятнами крови. Из смежной кухни несся запах пикантных соусов и несвежего мяса, заставлявший иных посетителей плакать и кашлять. Некоторые были уже навеселе в начале трапезы и просили у рабов венки, чтобы украситься, как богатые на пирах. Другие хлопали и кричали от восторга, когда трущоба осветилась кровавым светом факелов, зажженных хозяином. Рабы суетились около прилавка, двигали тяжелые амфоры, бегали в кухню, несли красные от напряжения тяжелые блюда. Вино при открытии одной амфоры полилось на пол. Время от времени появлялись у окон размалеванные лица падших женщин, волчиц порта, дожидавшихся, чтобы их впустили в остырию. Моряки со смехом здоровались с ними, подражая вою зверя, имя которого они носили как прозвище, или бросали им остатки кушаней, которые они вырывали друг у друга, царапаясь и ругаясь. Кушанье были так остры и пряны, что каждый кусок приходилось запивать. Греки ели мидии, плавающие в шафранном соусе, свежие сардинки, окруженные лавровыми листьями. Птица подавалась им под зеленым соусом, иберийские пастухи довольствовались жесткой копченой рыбой. Римляне и галлы поглощали большие куски кровавого мяса. Угри, ловимые в порту, подавались с вареными яйцами. Все эти и многие другие кушанье были насыщены солью, перцем, пахучими травами, которым приписывали странные качества. Присутствующие чувствовали потребность тратить день, наедаться и валяться пьяными на полу, чтобы вознаградить себя за полную лишение жизни на судах и на время забыть о ней. Римляне, уезжавшие на другой день и получавшие задержанную раньше плату, спешили оставить свои сестерцы в Сагунтинском порту. Карфагенини с гордостью превозносили свою республику, самую богатую на свете, моряки хвалили своих хозяев, всегда щедрых, когда прибывали в порт, благоприятный для их торговли. Трактирщик то и дело опускал в пустую амфору разные монеты, зацинтские с изображением носа корабля и летящие над ним победой, карфагенские с легендарным конем монеты с ужасными кабирскими божествами или изящные александрийские с красивым профилем Птолемея. У самых грубых гребцов являлось желание хотя бы в продолжении одной ночи подражать богачам, показать свою власть, чтобы этим воспоминаниям утешаться в трудовые дни. Они спрашивали себе лукринских устриц, которых сюда привозили, или вамфорах с морской водой крупным сагунтинским купцам, или оксигарум, возбуждающий аппетит кушанье из внутренностей рыб, приготовленных с солью, уксусом и пряностями, за которые римские патриции платили громадные деньги. Красное, лауронское и розовое сагунтинское вина были в презрении у тех, кто имел деньги. Также презирали марсельское вино, болтая о мякине и глине, которые к нему примешивали. Они требовали вин компании Фалернского, Массики и Цекубо, которые, несмотря на их ценность, пили из очень вместительных сосудов сагунтинской глины в форме лодки. Вместе с горячительными кушаниями и многообразием напитков от иностранных вин до кельтийского пива эти люди после долгого пребывания на море были жадны до продуктов полей и поглощали большое количество овощей и фруктов. Они бросались на блюда грибов, хватали руками репу, приготовленную с уксусом, земляные груши, свеклу и чеснок. Горы свежего салата из загородных садов исчезали, покрывая пол зелеными листьями и грязной землей. Грек смотрел на это зрелище, стоя у дверей с несколькими моряками, не нашедшими себе места в таверне. При виде грубой трапезы иностранец вспомнил, что он ничего не ел с утра, с тех пор, как надсмотрщик над грибцами на судне палеанта дал ему кусок хлеба. Новые впечатления заставили на время молчать его, привыкший к лишениям желудок, но при виде столь обильного количества съедобного грек почувствовал сильный голод и инстинктивно шагнул через порог харчевни, но тотчас же подался назад. Зачем было ему входить? В его сумки были папирусы, свидетельствовавшие о его путешествиях, памятные дощечки для записи, были также щипчики для вырывания волос из кожи и гребенка, вещи, с которыми не расставался никогда, порядочный, внимательный к своей внешности грек. Но сколько он в ней не рылся, он не нашел ни одного обола. В новом Карфагене его приняли на судно даром, потому что кормчий уважал уроженцев Аттики. Голодающий был одинок на чужбине, и если бы он вошел в харчевню и спросил поесть, не предлагая денег, с ним поступили бы как с рабом и погнали палками. Он предпочел бегством избавиться от мучений Тантала. Обернувшись, он столкнулся с высокого роста человеком, одетым в темный сагум, в сандалии, привязанные к ногам грубыми веревками. Человек этот имел вид кельтийского пастуха, но греку при быстром взгляде на него показалось, что он уже не в первый раз видит эти пламенные повелительные глаза, заставлявшие вспомнить орла у ног Зевса. Грек, однако, равнодушно пожал плечами, он думал только о том, чтобы заглушить голод и, если возможно, выспаться до восхода солнца. Уйдя от этой несчастной части города, освещенной и шумной, он искал место, где бы отдохнуть и направил свои шаги к роще Афродиты. К храму, находящемуся на вершине холма, вела широкая лестница из голубого мрамора, нижние ступени которой начинались у Мола. Грек сел на отшлифованный камень, решившись дождаться здесь дня. Луна освещала верхнюю часть храма, шум улиц, глухо доносившийся сюда, сливался с дальним шепотом моря, с дрожанием листьев масличных деревьев, с однообразным кваканием лягушек и утопал в великолепной тишине ночи. Несколько раз до его слуха долетал звук, похожий на вой волка. Вдруг этот звук раздался за его спиной, и он почувствовал на своей шее горячее дыхание. Обернувшись, он увидел женщину, наклонившуюся над ним, упершуюся руками в колени и улыбающуюся глупой улыбкой, которая портила ее рот, открывая десны, лишенные нескольких зубов. «Здравствуй, иностранец, я видела, как ты вышел из улицы. Ты верно скучаешь в одиночестве, и я пришла дать тебе счастье. Что, разве это невозможно?» Грек тотчас же узнал, кто она. Это была волчица из порта, одна из тех несчастных, которых он видел на пристанях во всех странах. Всенародные продажные женщины, любовницы на одну ночь, людей разных цветов, кожи и раз, без всякой воли, с одним желанием лечь на спину, с двумя-тремя оболами в руках на какой-нибудь камень или под тень барки, старые гетеры, отупевшие в разврате, беглые рабыни, искавшие свободы в проституции, шуме и опьянении, самки, олицетворяющие любовь по грубым понятиям жестоких людей моря, бедные скотины, в молодости изнуренные злишествами, обреченные в старости переносить одни побои. Иностранец смотрел на эту еще молодую женщину. В ней можно было найти остатки красоты, но лицо исхудало, глаза слезились, и рот был обезображен отсутствием зубов. Она была закутана в широкий кусок грязной, разорванной, но прекрасной материи, ноги ее были босы, спутанные волосы придерживались ремнем, который несчастная украсила несколькими заткнутыми за него полевыми цветами. «Теряешь свое время», сказал, добродушно улыбаясь, грек, «у меня нет ни одного обола в кошельке». Ласковый голос этого человека смутил блудницу, она привыкла к ударам, для нее мужчина был грубый драчун, кусанием выражающий свое наслаждение. Перед нежностью грека она потерялась и притихла, как перед непредвиденной опасностью. «У тебя нет денег?» скромно сказала она после некоторого молчания, «и не надо, бери меня даром. Ты нравишься, из всех людей в харчевне мои глаза выбрали тебя, я раба твоя». Она наклонилась над греком, лаская огрубелыми руками его кудри, в то время как он смотрел на нее с несказанной жалостью, ее впалые грудь и изогнутый стан казалось носили следы попиравших их ног всех народов мира. Голодный чужестранец был тронут великодушием этой несчастной, это было братство несчастных. «Если ты не желаешь быть одной, останься со мной, говори со мной, но не ласкай меня, я голоден, я ничего не ел с утра и в эту минуту отдал бы все наслаждения цитеры за порцию еды какого-нибудь матроса». Женщина выказала крайнее удивление. «Ты голоден? Ты изнемогаешь от голода, а я думала, что ты насыщен амброзией Зевса?» В ее глазах было изумление, как если бы она увидела, что Афродита, богиня, сверкающая ноготы, сошла с мраморного пьедестала и с распростертыми объятиями отдалась за обол гребцам порта. «Подожди, подожди», сказала она после некоторого размышления решительным голосом. Грек видел, как она побежала к хижинам, когда же усталость и слабость начали смыкать его веки, он снова почувствовал ее возле себя. «Кушай, мой господин», сказала она, дотрагиваясь до его плеча. «Мне дорого стоило достать это. Жестокая Лаис, старуха, страшна как парка, но она помогает нам в тяжелые дни и согласилась дать мне свой ужин, заставив меня поклясться, что к восходу солнца я принесу ей два сестерцы. Кушай и пей, милый». Она положила на ступени серый хлеб в форме диска сухую рыбу, полкруга сагунтинского белого сыра и поставила кружку кельтийского пива. Грек бросился на пищу и стал пожирать ее, а волчица смотрела на него нежно, почти с материнским выражением. «Я бы хотела быть богатой как сонника, которая, как говорят, начала свою жизнь так же, как и мы, а теперь она обладательница многих кораблей, садов тенистых, как олимп, толпы рабов, гончарные заводы и лучшие окрестные поля принадлежат ей. Я хотела бы быть богатой только на одну ночь, чтобы угостить тебя всем, что есть лучшего в порту и городе. Я бы хотела устроить для тебя такой пир, какие бывают у сонники, чтобы он продолжался до утра и чтоб ты, увенчанный розами, пил из золотой чаши самосское вино». Грек, тронутый искренностью и наивностью болтовни этой несчастной, посмотрел на нее ласково. «Не благодари меня, я должна благодарить тебя за то счастье, которое я чувствую, дав тебе возможность утолить голод. Что со мной не знаю. От каждого человека, дотрагившегося до меня, я что-нибудь получала, кто давал кожную монету, кто кусок материи, кто кружку пива, большинство только удары и пинки, а все что-нибудь давали. Я терпела и одинаково ненавидела всех их. Вдруг ты пришел, бедный и голодный, меня не искал, ничего мне не дал, отталкиваешь меня, а мне довольно того, чтобы ты был около меня, и по телу моему разливается никогда не испытанное блаженство. Тебе принесла я ужин, а сама опьянела, как после пира. скажи, действительно ли ты человек или отец богов, спустившийся ко мне на землю, чтобы поднять и возвеличить меня? Возбужденная своими собственными словами, она опустилась на колени на ступенях лестницы и, протягивая руки к купающемуся в лунном свете храму, воскликнула, «Афродита, богиня моя, если я когда-нибудь соберу то, что стоят две белые голубки, я принесу их тебе в дар, украшенных цветами и огненного цвета лентами в память об этой ночи». Отпив горькой влаги из кувшина, грек протянул его девушке, она прильнула губами к тому месту сосуда, которого коснулись его губы. Не дотронулась она до еды, но продолжала пить, что еще более возбуждало ее красноречие. Если бы ты знал, как трудно мне было достать все это, улицы полны пьяных, валяющихся в грязи, они, приподымаясь на руках, рвут платье, кусают ноги, вино льется на улицу из дверей трактиров, один африканец бежал за каким-то человеком, догнал его и бросил в воду, а один кельтиц раскроил ему голову кулачищем. Тулу, одну иберийскую девушку, раз подняли на ноги и окунули головой в самый большой кратер в таверне, она чуть не захлебнулась вином до смерти. Это обыкновенное увеселение. Я сама видела, как бедная Альдура, моя приятельница, сидела на земле вся в крови и держала в руках свой глаз, который выбил ей кулаком пьяный египтянин. И это каждую ночь. Вот теперь, хотя мне и страшно как-то с тобой, окажется, что с тех пор, как я узнала тебя, я живу в другом, новом мире. Я в первый раз даю себе отчет в том, что меня окружает. И она рассказала ему свою историю. Звали ее Бахис. Родину свою она не знала, вероятно, она родилась не в здешнем порту, потому что помнила в раннем возрасте большое путешествие на корабле. Должно быть, ее мать была тоже волчицей, и она, Бахис, была плодом случайной встречи ее матери с каким-нибудь матросом. Имя Бахис, данное ей в детстве, было именем многих известных в Греции куртизанок. Одна старуха, должно быть, купила ее у матроса, привезшего девочку в Сагунт. Любовь она узнала раньше, чем сделалась женщиной. Хижину старухи посещали старейшие коммерсанты порта, и все развратники города, которые передавали друг другу это беспомощное, слабое, неразвившееся детское тело. По смерти своей хозяйки она сделалась волчицей и поступила в полное владение матросов, рыбаков, горных пастухов и всей грубой толпы, кипевшей в порту. Ей еще не было двадцати лет, а она уже состарилась, увяла, истощилась от излишек наслаждения и побоев. Город она видела издали, только два раза в жизни была в нем. Там не терпели волчиц, им позволяли существовать близ рощи Афродиты, как гарантия для спокойствия Сагунта, так как они отвлекали от города людей разных национальностей, приезжавших в порт. В городе чистые нравами иберийцы негодовали при виде проституток, а развратники греки имели слишком утонченный вкус, чтобы чувствовать хотя бы сострадание к тем несчастным продавщицам любви, которые, как скоты, падают на краю дороги за кисть винограда или горсть орехов. И тут в тени от храма Венеры жила Бахис, ожидая приезда новых людей, возбужденных воздержанием на море, которые валились на нее волосатые, бесстыдные, грубые, как сатиры. И так будет она влачить жизнь, пока не зарежут ее во время какой-нибудь ссоры или не умрет она от голода, под покинутой баркой. «А ты кто?» спросила она по окончании своего рассказа. «Как зовут тебя?» «Меня зовут Актеоном, моя родина Афины. Я много изъездил разных стран. В одном месте был воином, в другом моряком. Я сражался, торговал, а также сочинял стихи и беседовал с философами о вещах, которых ты не понимаешь. Я был богат много раз, а теперь ты мне дала поесть. Вот вся моя история». Бахис смотрела на него с восторгом, угадывая в его кратких словах целое прошлое приключений, страшных опасностей и неожиданных превратностей судьбы. Она вспоминала подвиги Ахиллеса и похождения Улиса, о которых столько раз слышала в пьяных песнях греческих моряков. Блудница, склонившись на грудь Актеона, гладила рукой его волосы. Благодарный грек улыбался ей братским, но так бесстрастно, как если бы она была маленьким ребенком. Два матроса вышли из одной хижины и, шатаясь, направились к молу. Резкий вой, пронизывающий воздух, долетел до слуха Актеона. Его подруга по привычке, по инстинкту продавца и издали угадывающего покупателя встала на ноги. Я вернусь, мой повелитель. Я было совсем забыла ужасную Лаис. Надо отдать ей деньги раньше восхода солнца. Она изобьет меня, если я не исполню обещания. Подожди меня здесь. И, повторяя дикий вой, она бросилась за двумя матросами, которые остановились и встречали смехом и неприличными словами крик волчицы. Когда насытившийся грек остался один, ему стало противно приключение. Актеон, афинянин, которого оспаривали друг у друга в керамике самые богатые гетеры прекрасного города, оказался под покровительством несчастной блудницы Порта и любим ею. Чтобы не встречать ее более, он покинул лестницу и пошел бродить по переулкам. Он во второй раз остановился у той харчевни, где почувствовал страдание голода. Там шла настоящая оргия. Хозяин прятался за прилавком, рабы спасались в кухне от ударов, вытекшее из разбитых амфор вино казалось лужами крови. При звуках просачивающейся в землю влаги, пьяные поворачивались и криками требовали себе напитков, о которых смутно слышали во всех странствиях или фантастических блюд, будто бы изобретенных для тиранов Азии. Египетский Геркулес лазал на четвереньках, изображая шакала, и кусал женщин, которых уже впустили в таверну. Несколько негров плясали, подражая движениям женщин, и как загипнотизированные не сводили глаз со своих пупков, сотрясаемых движениями живота. По углам на скамейках при ярком свете факелов валялись мужчины в объятиях женщин, запах голого и потного тела смешивался с запахом вина. В этой атмосфере отвратительной вони некоторые матросы, позабыв всякий стыд, отказывая с пренебрежением куртизанкам, ласкали друг друга и предавались половому извращению, свойственному той эпохе. Среди этого беспорядка несколько человек около прилавка казалось совершенно спокойно о чем-то спорили. Это были двое римских солдат, один карфагенинин и один кельтиец. Медленность их речей, принимавших от гнева повышенный тон или налитые кровью глаза, их ноздри хищных птиц, все более раздувавшиеся, указывали на степень их опьянения, упрямого, задорного, оканчивающегося нередко убийством. Римлянин вспоминал о своем участии четырнадцать лет тому назад в битвах при Эгазских островах. «Знаем мы вас», дерзко обратился он к Карфагенинину. «Вы республика торговцев, рожденных от бесчестий и лжи. Если надо дорого что-нибудь продать и обмануть покупателя, то в этом вы всех превзойдете. Но если говорить о настоящих людях, о воинах, то первенство принадлежит нам, сынам Рима, держащим одной рукой саху, а другой копье». И он гордо поднял свою коротко острижную голову и надул бритые щеки, на которых легли глубокие следы от подвизей шлема. Актеон в окно смотрел на кельтиберийца, который один между ними молчал, хотя не спускал своих пламенных глаз с бронзовых лат и открытой шеи римского легионера. Будто его привлекали выпуклые вены, выступавшие на его коже. Без сомнения, грек уже видел эти глаза где-то. Так, встречая старого знакомого, мы не можем вспомнить его имя. Наблюдательный грек почувствовал, что в наружности кельтеберийца было что-то поддельное. Я бы поклялся Меркурием, что этот человек не то, чем он кажется. Он не похож на пастуха, и цвет его бронзовой кожи темнее цвета кожи даже загорелого кельтейца, во всяком случае, его падающие на плечи волосы фальшивые. Он не мог продолжать своих наблюдений за этим человеком, так как его внимание поглотил все разгоравшиеся между легионером и старым кельтейцем спор, прерываемый шумом, царившим в харчевне. Я также участвовал в тяжелом деле при эгостаке, говорил карфагенец. Там я получил рану, которая так избороздила лицо мое. Еще не доказано, что вы нас победили. Я много раз видел, как ваши корабли убегали от наших и насчитывал сотнями трупы римлян на сицилийских полях. Ах, если бы Ганон не опоздал явиться на поле битвы, если бы Гамелькар прислал подкрепление. Гамелькар презрительно воскликнул римлянин. Этот великий полководец просил нас о мире, торговец, превратившийся в завоевателя. И он смеялся с дерзостью сильного, не обращая внимания на возмущение карфагенина, который задыхался и не находил слов возражения. Молчавший до сих пор кельтиц дотронулся рукой до старика. Молчи, карфагенинин. Римлянин прав. Вы купчишки не можете равняться с ними в сражении. Вы большего достигаете деньгами, чем мечом. Но не все же принадлежат в Карфагене к твоему сословию. Родятся там и такие, которые сумеют дать отпор итальянским разбойникам. При вступлении крестьянина в их спор римлянин принял гордый вид и дерзко с презрением воскликнул. Кто же это? Уж не сын ли Гамилькара? Этот мальчуган, мать которого, как говорят, была рабой. Основатели вечного города были сыновьями проститутки. Римлянин недалеко тот день, когда карфагенский конь побьет римскую волчицу. Легионер вскочил, дрожа от ярости и поднял меч, но в ту же минуту вскрикнул и упал, хватаясь за горло. А кто он видел, как кельтиец выхватил из рукава сагума нож и всадил его в ту шею, на которую смотрел, пока ее обладатель издевался над карфагеном. Харчевня задрожала от завязывавшейся борьбы другой римлянин. Увидев упавшего товарища, бросился с поднятым мечом на кельтийца, но получил сам удар ножом в лицо и был ослеплен хлынувшей кровью. Удивительная была ловкость этого человека. Его движения показывали гибкость и упругость пантеры, удары сыпались на его тело, не принося ему вреда. Вокруг него летел дождь, горшков, кусков разбитых амфор и бросаемых в него мечей, но он, угрожающе подняв руку с ножом, прыгнул в дверь и скрылся. «Держи, держи!» кричали побежавшие за ним римляне. Привлеченные грубым удовольствием охоты за человеком, за ними последовали все те из посетителей харчевни, которые еще держались на ногах. Несколько человек, возбужденные видом крови, перескакивали через умирающего римлянина и через тела мертвецки пьяных, валявшихся около раненого. Выйдя из харчевни, они разделились на несколько групп и по разным направлениям пустились в погоню за кельтийцем, но последний за несколько шагов от остырии вдруг исчез, будто сквозь землю провалился. Весь порт заволновался, огни забегали по моллам и по узким переулкам селения, трактиры и публичные дома страдали от ярости обезумевших от гнева римлян. Около их дверей начались новые ссоры, доводившие также до кровопролития. Грек, боясь быть замешанным в какую-нибудь неприятную историю, быстро повернулся к лестнице храма. Бахис не возвращалась, и Грек взошел по мраморным ступеням на паперть, широкую террасу с полом из голубого мрамора, на которую падали тени от поддерживающих фронтон колонн. Просыпаясь, Актон почувствовал на лице своем теплоту солнца, птицы пели на маслинах, и где-то слышались людские голоса. Приподнявшись, он увидел, что наступило уже утро, между тем, как ему казалось, что прошло всего несколько секунд с тех пор, как он задремал. Женщина, патрицианка, стояла недалеко от него и улыбалась ему. Она была закутана в длинную белую льняную одежду, спадавшую до ног и драпировавшую ее, как статую. На лоб ее спадало несколько колец рыжих волос. Ее губы были подкрашены. Во взгляде ее бархатных черных глаз, окруженных тенью от усталости бессонной ночи, светилось что-то веселое и нежное. На ее руках под мантией серебристо звенели невидимые запястья, а кончик сандалии, высунувшийся из-под одежды, блестел драгоценными камнями. За ней стояли две прекрасные кельтийские рабыни с полуоткрытыми роскошными смуглыми грудями, с ногами укутанными разноцветными тканями. Одна из них несла двух белых голубей, другая держала на голове корзину полную роз. В находившихся близ прекрасной патрицианки Актеон узнал полианта и надушенного элегантного юношу, бывшего с другим всадником на моле при встрече корабля. Пораженный прекрасным видением грек встал. «Афинянин», сказала она чистейшим греческим языком, «Я сонника хозяйка того судна, на котором ты прибыл сюда. Мой отпущенник Полиант хорошо сделал, что принял себя, он знает, как я сочувствую твоему народу, кто ты. Меня зовут Актеон, и я молю богов, чтобы они осыпали тебя благодеяниями за твою доброту, да сохранит Венера твою красоту на всю жизнь. Ты мореплаватель или торговец, или странствуешь по свету, давая уроки красноречия и поэзии? Я солдат, как были все мои близкие. Мой дед умер в Италии, защитив своим телом великого пирра, который любил его как брата. Мой отец командовал наемниками на службе Карфагена, и его несправедливо казили во время беспощадной войны. Он остановился, как будто это воспоминание мешало ему продолжать речь, но тотчо же прибавил. Я недавно сражался под предводительством Клеомена, последнего лакедемонца. Я был его товарищем. Когда же герой был побежден, я проводил его в Александрию, а потом начал странствовать по свету, так как не выношу бездействия в изгнании. Я был торговцем в Родосе, рыбаком на Босфоре, каменщиком в Египте и сатирическим поэтом в Афинах. Прекрасная сонника приблизилась к нему, улыбаясь. Этот афинянин обладал всеми качествами, которые она так любила в его соотечественниках. Это был один из тех любителей приключений, привычных к непостоянству судьбы, которые, путешествуя по всему свету, под старость часто делались историками своей жизни. «Зачем приехал ты сюда? Приехал сюда, как мог бы приехать в другое место. Мне предложил твой кормчий свести меня в Зацинто, и я согласился. Я хотел было остаться в новом Карфагене, я мог бы поступить в войско Ганнибала, достаточно было бы объявить о моем происхождении, чтобы быть хорошо принятым всюду. Грекам дорого платят во всех армиях, но здесь у вас война, а я предпочитаю драться против иноземцев и служить стране, где меня не знают и не причинили мне еще никакого вреда. И ты спал здесь эту ночь? Не нашел ночлега в гостиницах? Я не нашел обола в своем кошельке. Я насытился благодаря милости одной падшей женщины, которая разделила со мной свой ужин. Я был нищ и изнемогал от голода. Не смотри на меня с таким сожалением сонника. Я давал пиры, продолжавшиеся до утра. В родосе мы во время песен бросали в окошко рабам серебряные блюда. Жизнь человека должна быть такой, как герои Гомера. В одном месте он царь, в другом нищий. Полиант с интересом смотрел на этого искателя приключений, а элегантный Лакаро, который сначала был против того, чтобы сонника заговорила с таким плохо одетым греком, теперь приблизился к нему отдавая справедливость изяществу греков, независящую от одежды, и предполагая войти с ним в дружбу, чтобы получить полезные советы. «Приходи ко мне на дачу», сказала сонника, «на закате. Поужинаешь с нами? Кого не спросишь, всякой проведет тебя к моему дому. Мое судно привезло тебя в эту страну, чтобы ты пользовался гостеприимством под моим кровом. До свидания, Афининин. Я ведь тоже оттуда. Увидев тебя, мне показалось, что перед моими глазами блеснуло золотое копье Паллады с высоты Парфенона». Сонника, улыбкой простившись с актеоном, двинулась к храму со своими рабынями. Актоон слушал, что говорили, стоя вне храма Лакаро и Палеант. Они провели ночь у сонники и только утром встали из-за стола. На Лакаро еще был венок из поблекших теперь роз. Узнав, что привезены танцовщицы из Гадеса, которых она ожидала с нетерпением, сонника пожелала посетить корабль Палеанта и, проходя мимо храма, принести жертву Афродите, что она всегда совершала, отправляясь в порт. В своих широких носилках, сопутствуемые Лакаро и рабынями, она исполнила эту фантазию, надеясь выспаться по возвращении, так как она почти всегда оставалась в постели до самой ночи. Кормчий отправился на свой корабль, чтобы высадить танцовщиц на землю, а Актеон с Лакаро подошли к открытым дверям храма. Его внутренность была проста и красива. Это было большое квадратное помещение с отверстием в потолке, дававшим возможность свету проникать в храм. Лучи солнца, проходя через отверстие, придавали лазоревым колоннам и капителям, изображающим раковины дельфинов, амуров с веслами в руках, аквамариновый неопределенный цвет моря. Из полутемной от нежной дымки фимиама в глубины белая, гордая, ослепительная в своей ноготе выступала перед очарованными глазами людей богиня, будто только что родившаяся из пены морской. Недалеко от двери находился алтарь. Перед ним жрец в белой льняной мантии, придержанной на голове венком из цветов, принял из рук сонники ее дары. Выйдя на перистиль, она с любовью окинула взором пенящиеся море, порт, блестевший как тройное зеркало, зеленую долину и далекий город, золотившийся под утренними лучами солнца. Как хорошо! А кто он? Посмотри на наш город! Греция не прекрасней! У подножия лестницы ждали ее носилки, настоящий домик с красными занавесями, с пучками прелестных страусовых перьев по четырем углам ее кровли. Их держали восемь атлетов-рабов. Сонника приказала войти рабыням в свое движущееся жилище, отстранила лакаро, с которым обращалась как с низшим существом, допуская фамильярность ради каприза, и, обратившись к греку, стоявшему на вершине лестницы, еще раз улыбнулась ему, сделала знак рукой до ногтей, покрытой драгоценными украшениями, которые при каждом движении рассыпали в воздухе блестящие искры. Быстро удалились носилки по городской дороге, а Актеон в то же время почувствовал ласковое прикосновение к его шее. То была Бахис, казавшаяся при свете солнца еще более грязной и оборванной. У нее был подбит глаз и несколько синяков на руках. Я не могла прийти раньше, сказала она со смирением рабыни, только недавно заплатили мне. Вот люди едва только дали мне достаточно, чтобы заплатить Лаис всю ночь, в то время, как они меня мучили, как я чувствовала на лице дыхание этих утомившихся сатиров, я думала о тебе, мой Бог. А кто он отвернулся, избегая ее ласк, от этой пьяной и усталой после испытаний ночи несчастной пахло вином. Ты презираешь меня, я видела, как ты разговаривал с богатой сонникой, которую друзья ее называют первой красавицей в зацинто, ты будешь ее любовником, понимаю, что она влюбилась в тебя, но ведь в конце концов она такая же женщина, как и я, скажи, Актеон, почему не сделаешь меня своей рабой, заплати только одной ночью. Актеон отстранил руки, старавшиеся обнять его, и поглядел на дорогу, где звучали трубы, и в пыли блестели шлемы и копья. «Это легаты Рима», сказала куртизанка, и привлеченная чарами этих воинов, действовавшими на ее детское воображение, она быстро спустилась с лестницы, чтобы быть ближе к зрелищу. Впереди шли трубачи римского флота, трубя в свои громадные металлические трубы с щеками повязанными шерстяными полосами. Толпы граждан провожали посланников, ехавших верхом на мохнатых кельтийских лошадях. Их копья были покрыты касками с тройными султанами, хранившими следы ударов, полученных в сватках с тузенцами. Следовали на белых конях старейшины Сагунтинского сената, они держались неподвижно, седые бороды их спускались на грудь, их темные мантии, придержанные на голове тиары с бахромой, спускались до стремян. Римский стяг, увенчанный изображением волчицы, несли сильные моряки, и за ними ехали легаты с открытыми, остриженными головами. Один был толстый, с тройным подбородком, другой худой, нервный, с ноздрями хищной птицы. Их латы были из чеканной бронзы, их ноги обуты в металлические катурны, а на крутые бедра их спускались юбочки цвета отстоя вина, украшенные золотыми тесемками, которые шевелились при малейшем прыжке лошадей. Подъезжая к молу, шествие встретилось среди рыбаков, матросов и рабов с толпой женщин, укутанных в плащи, которых вел старик с нахальными глазами и влажным ртом, имевшим то отталкивающее выражение, которое принимают евнухи от общения с порабощенными женщинами. Это были танцовщицы из Гадеса, привезенные полиантом и теперь проходившие незамеченными, так как все внимание толпы было обращено на проводы отъезжавших моряков. Несколько женщин из рыбацкого порта предлагали легатам венки из душистых горных цветов на длинных стеблях. Возгласы раздавались в группах матросов всех стран. Да здравствует Рим, да защитит вас Нептун, да сопутствуют вам боги. А кто он услышал смех за собой и, обернувшись, увидел кельтийского пастуха, убившего накануне легионера? Ты здесь? спросил мрачно грек. Ты один и не прячешься от римлян, которые ищут тебя? Повелительные глаза те странные глаза, возбуждавшие в актеоне смутные воспоминания, гордо смотрели на него. Римляне презираю и ненавижу их. Я пошел бы без страха на самых корабль. Занимайся твоими делами, актеон, и не заботься о моих. Как ты знаешь мое имя? воскликнул грек со все более возрастающим удивлением, восхищенный и в то же время совершенством, с которым пастух говорил по-гречески. Знаю и твое имя, и твою жизнь. Ты сын Лизастро, полководца на службе Карфагена, и бродишь по всему свету, не находя нигде удовлетворения. Грек, такой сильный и самоуверенный во всем, чувствовал смущение перед этим загадочным человеком. Последний, следя за проводами, повернулся спиной к Актеону, при виде блестевшей на солнце волчицы, сопутствуемой восторженными криками сагунтинцев, глаза его наполнились еще большим презрением и гневом. Они считают себя сильными, потому что их защищают римляне, они воображают, что Карфаген погиб, потому что Таргашеский сенат боится разорвать трактаты с Римом, обезглавили сагунтинцев, бывших друзьями Карфагена, старыми друзьями семьи Барков и ездили на поклон к Гамилькару, когда он отправлялся в свои экспедиции. Они знают, что есть некто, кто не спит и во время мира. Мир распростерся между этими двумя народами или один, или другой. Восторженные крики народа, провожавшие лодку, которая отвозила легатов на либурнику, как будто бичом хлестнули пастуха, и при звуках труп с корабля он, стиснув зубы со сверкающими от ярости глазами, протянул свои сильные руки к кораблю и прошептал со скрытой угрозой «Рим! Рим!» Глава вторая Город Дорога, называемая Змеиной, по которой шел Актеон, подымалась в гору. Настречу ему попадались телеги, груженные мехами с маслом и амфорами вина. Вереницы рабов, согнувшихся под тяжестью нож, с ногами покрытыми пылью, сторонились и давали ему дорогу с покорностью и робостью, внушаемую им свободным человеком. Грек остановился на минуту у масличных мельниц, где скованные рабы вертели огромные каменные жернова и продолжал подыматься на горы, наверху которых виднелись красные дозорные башенки, своими огнями возвещавшие Сагунту о приближении кораблей или движении турдетанцев на противоположном склоне гор, где начинались их владения. Плодоносная земля золотилась восходящим солнцем, из дач, из деревенских домов, из бесчисленных жилищ, расположенных в долине, шел народ по змеиной дороге в город. Большая часть сагунтийского народа жила в долине, обрабатывая землю. В городе жили только купцы, богатые землевладельцы, чиновники и иностранцы. Когда грозила опасность, когда турдетанцы намеревались совершить нашествие, на страну весь народ бросался в город, ища защиты в его стенах. Крестьяне со всеми своими стадами смешивались с ремесленниками и искали убежище в том месте, которое обыкновенно посещали только в базарные дни. Видя идущий в город народ, Актеон догадался, что это был день рынка на форуме. Шли крестьянки с корзинами, покрытыми листьями, на головах, одетые только в одну темную тунику, обрисовывавшую форму их крепкого тела. Крестьяне, загорелые, мускулистые, с телом покрытым звериной шкурой и куском грубой ткани, погоняли запряженных в телеге валов или навьюченных осликов. По всему пути раздавались колокольчики стад коз и мычание коров в пыли, подымаемой их ногами. Некоторые семьи уже возвратились, показывая с гордостью то, что променяли в палатках форума на свои фрукты. Друзья их останавливались, чтобы полюбоваться тканями, кусками красной глины, женскими украшениями из грубо обработанного серебра, поздравляли их довольных обладателей восклицанием «Сальве!» Загорелые девочки с крепкими худыми членами и большими лбами с волосами, подобранными по кельтеберийскому обычаю, шли подвое, неся на плечах шесты, на которых висели пучки цветов для городских дам. Другие несли закрытые листьями от пыли большие тирсы, увитые красными вишнями. Время от времени они шалили, прыгали и подражали голосам и жестам богатой молодежи Сагунта, которая к всеобщему скандалу города сходилась в сад сонники, чтобы воспроизводить перед изображением Диониса очаровательное безумство Греции. Актеон любовался красотой пейзажа, рощи фиговых деревьев, слава Сагунта уже покрылись листьями и зелеными ветками и спускались до земли. Виноград изумрудными волнами расстелался повсюду по дальним горам до рощ пиней и каменных дубов. Маслины, посаженные симметрично, казались витыми колоннами с капителями из листьев. Этот прелестный пейзаж возбуждал в Греке воспоминания детства. Эта долина была прекрасна, как его родина Греция. Туда он вернется, если боги захотят прекратить его отчаянные скитания по свету. Пройдя более часа по направлению к городу, он достиг бесчисленных построек Акрополя. При повороте дороги он заметил, что люди останавливаются перед широким каменным алтарем, на котором разворачивала свои кольца из голубого мрамора громадная змея. Крестьяне клали перед неподвижным присмыкающимся с узкой головой и открытой ядовитой пастью, хотевшей, казалось, проглотить их цветы и кружки с молоком. На этом самом месте змея ужалила несчастного закинфа, когда он с похищенными в Героне быками возвращался в Грецию. Около его тела, сожженного на высоте Акрополя, вырос город. Народ поклонялся змее, как одному из основателей их родины и, с ласковыми словами, приносил ей дары, неизвестно куда потом исчезавшие. Последнее давало повод верить, что змея оживала в темноте и что в бурные ночи далеко слышен был ее свист. При приближении к Сагунту по сторонам дороги возвышались гробницы с надписями, привлекавшими внимание проходящих. За ними раскинулись сады дач, окруженные заборами, через которые перевешивались ветки фруктовых деревьев. Рабы смотрели за детьми, обнаженными и с явным греческим типом, игравшими и боровшимися между собой. У калитки одного из садов толстый старик смотрел на оснующую бедноту холодным взором разбогатевшего торговца. На террасе одной вилы, а кто он заметил афинскую прическу крашенных в золото волос, и около нее опахало из разноцветных перьев азиатских птиц. Это была одна из дач, принадлежавших покинувшим дела богатым негациантам. Приближаясь к реке Бетисперкес, отделявший город от полей, грек увидел перед собой девушку, почти ребенка, с целым стадом коз. Гибкая, стройная, худенькая, с темной бархатной кожей, она казалась бы мальчиком, если бы ее короткая с разрезом на боку туника не открывала нежную округленность груди, похожую на бутон распускающегося цветка. Ее черные, влажные, большие глаза освещали таинственным блеском лицо, между ее красных, сухих от ветра губ блестели белые, сильные, ровные зубы. Волосы, приподнятые с затылка, она украсила гирляндой из маков, собранных воржи. Она несла на плече без всякого усилия тяжелую сеть, полную кружков белого сыра, свежего, не потерявшего еще запах пахтанья. Свободной рукой она ласкала белую шерсть рогатой козы, ее любимицы, прижимавшиеся к ее ногам и позванивавшие своим колокольчиком. А кто он залюбовался этой девушкой, молодость которой превозмогала усталость тяжелого труда? Ее гибкость и стройность напомнили ему тонагрские фигурки на столах афинских ГТР и надменную юность канифор, изображенных на греческих вазах. Девочка несколько раз взглянула на него и, наконец, улыбнулась, показывая белые зубы с доверчивостью молодости и с сознанием, что ею любуются. Ты грек, правда? Она говорила, как и люди в порту, странным наречием этого открытого для всех торгового города, наречием смешанным из кельтийских, греческих, латинских слов. Я из Афин, а ты кто? Меня зовут Ранто, а моя госпожа богатая сонника. Ты верно слышал о ней? У нее корабли во всех портах, сотни рабов, и пьет она в золотых чашах. Видишь, над маслинами в сторону моря розовую башенку? Это вилла, где она живет, когда хочет удалиться из города. Я прислуживаю ей на даче в это хорошее время. Мой отец заведует ее стадами, и она часто приезжает к нам поиграть с козами. Ах ты он был смущен тем, что только и слышал разговоры о соннике с тех пор, как ступил на сагунтинскую землю. Имя этой роскошной женщины, которую одни называли богачкой, а другие куртизанкой, было на всех устах. Пастушка, которой, казалось, понравился иностранец, продолжала. Она добрая, иногда она бывает грустная, говорит, что она погибнет от тоски среди своих богатств, что ко всему она равнодушна. В такие минуты она способна позволить распять всех своих рабов. Когда же она бывает весела, она добра и не наказывает нас. Наши горе ее управляющий, иберийский отпущенник. Он начальник над рабами и каждую минуту грозит нам плетью и крестом. Он сколько раз сек моего отца за пропавшего ягненка, за сломанную ногу козы, за несколько капель молока, оставшихся в сыворотке. И меня бы не раз побил, но не смеет, потому что видел, как меня ласкало сонником. Ранто, от рождения привыкшее к ужасному положению рабов, говорила о нем совершенно просто. «Зимой», продолжала она, «я ухожу с отцом в горы и с нетерпением дожидаюсь хорошей погоды, когда госпожа приедет на дачу, и я спущусь в долину, где растут цветы, тогда я могу весь день проводить в тени деревьев с моими козами». «Откуда ты научилась говорить по-гречески?» «Сонника», по-гречески «с богатыми гостями и с рабами, которые им служат, к тому же...» Она на минуту остановилась и покраснела. «К тому же...» оживленно продолжала она, «на этом языке говорит мой друг, Эросион, сын стрелка Мопса из Родоса. Мой друг помогает мне стеречь коз, когда он не работает в гончарне, которая тоже принадлежит соннике». Она указала на обширные мастерские на берегу реки знаменитые сагунтинские гончарные заводы. Поверх их земляных стен поднимались купола горнов, похожие на гигантские красные ульи. Около дороги среди деревьев раздались нежные, но безумно радостные звуки свирели, и юноша почти одних лет с Ранто соскочил на дорогу. Единственная одежда высокого стройного басового мальчика составляла оленья шкура, скрепленная у левого плеча и оставлявшая открытым правое. Его глаза горели, его черные волосы с синим отливом в густых локонах развивались при нервных движениях его головы. Его крепкие худые руки с кожей натянутой над выступающими венами и жилами были окрашены до локтей красной глиной. Глядя на правильный профиль красивого отрока и на его нервные движения, а кто он вспомнил учеников афинских скульпторов, тех юных артистов, которые солнечным утром, перед тем, как идти в мастерскую своими шалостями в портиках керамика, скандализировали мирных граждан. «Это Эросион», сказала Ранто, нежно улыбаясь своему другу, «хотя он родился в Сагунте, но он грек, как ты, иностранец». Юноша смотрел не на девушку, а на незнакомца. «Ты правда из Афин?» восторжно воскликнул он. «Да в этом не может быть сомнений, ты похож на Улиса во время его странствований, о которых рассказывает отец Гомер. Я видел твое изображение на вазах и барельефах, и по осанке, и по одежде ты похож на супруга Пенелопы. Клянусь тебе, сын Паллады». «А ты тоже раб сонники?» «Нет», с гордостью ответил отрок, «ран-то раба, но когда-нибудь не будет ею, а я свободный, мой отец Мопсо, грек из Родоса, первый стрелок, Сагунта». Когда он приехал сюда, все его имущество состояло из лука и стрел, а теперь он богат и с последнего похода против тур-де-танцев. Он первый человек в сагунтинской милиции. «Я работаю в гончарных заводах сонники, она меня любит, это она дала мне имя Эросион, потому что ребенком я был похож на Амура, я не принадлежу к тем рабочим, которые мнут глину или вертят станки, чтобы придать форму вазам, меня называют художником, я вылепливаю листья и разных животных, я на память извоял голову Дианы, а на днях я вылепил из глины великий сагунтинский герб, знаешь, какой он, корабль без парусов с тремя рядами весел, и над ним победа с распущенными крыльями опускает на него венок, я могу, если хочешь, сделать твой портрет, он как бы сконфузился от своих последних слов и продолжал с грустью, но ты осмеешь меня, иностранец, ты приехал из той великой страны, о которой рассказывал мне отец, ты видел Парфенон, Палладу, Афину, видную морякам раньше самих Афин, процессии лошадей, в мефонах чудеса Фидия, как бы я хотел поглядеть на это все, когда приходит какой-нибудь корабль из Греции, я убегаю с завода и целый день провожу в тавернах моряков, я пью с ними, дарю им фигурки в неприличных позах, которые смешат их, только для того, чтобы они рассказали мне о том, что они видели, о храмах, статуях, картинах, но их рассказы не успокаивают, а сильнее возбуждают мое желание. Ах, если б сонника согласилась, если бы она позволила мне отправиться с одним из тех кораблей, которые поднимают свои паруса, чтобы пуститься в путь к Греции. Потом он энергично прибавил, вот это моя милая ранто, одна меня удерживает, если б она не существовала, я давно бы нашел какого-нибудь капитана, и если нельзя было иначе, продал бы ему себя в рабство, чтобы путешествовать по свету, видеть Грецию и сделаться одним из тех художников, которым там воздают почести как богам. Некоторое время они шли молча в пыли, поднятой козами. Юноша, идя за руку с ранто, стал опять веселым. «А ты зачем приехал сюда?» спросил он Актеона. «Приехал так же, как твой отец, я не имею средств и хочу предложить свои услуги Сагунтинской республики в ее войне». «Поговори с Мопсом. Ты найдешь его или на форуме, или в Акрополе около храма Геркулеса, где собираются правители. Он будет рад видеть тебя, он любит своих соотечественников и поручится за тебя». Снова наступило молчание. Грек наблюдал любовные взгляды молодых людей, пожатие их сплетенных рук, нежность, с которой их здоровые молодые тела прикасались друг к другу. Эросион, исполняя молчаливую просьбу своей возлюбленной, вынул из-за пазухи свирель из тростника и стал тихо наигрывать на ней нежную пасторальную мелодию, на которую козы отвечали своим блееньем. Грек догадался, что его присутствие было лишним для этой парочки, тем более, что они заметно замедляли свои шаги. «Прощайте, дети, не торопитесь, молодость всюду приходит вовремя, мы увидимся в городе». «Да хранят тебя боги иностранец», ответила Ранто, «если тебе что-нибудь нужно, ты встретишь меня на форуме, я там буду продавать и этот сыр, и тот, что привезет утром в телеге садовник». «Прощай, афинянин, поговори с моим отцом, но не выдавай, с кем ты встретил меня». Вода речки доходила до половины колес телег, переправлявшихся через нее, Актеон между ними перешел на ту сторону и направился вдоль стен, любуясь их крепостью. Глыбы неотесного, ничем не связанного камня поддерживали стены и башни. В главных воротах города, в конце змеиной дороги, Актеону пришлось остановиться, столько столпилось народа, лошадей и телег в узком крытом проходе. В городе, прислоненный к стене, был храм Дианы, древнейший в мире, доставлявший немало славы сагунтинцам. Актеон взглянул на крышу из толстых мазжевеловых досок, постройку замечательную своей древностью, и поспешил в город. Он очутился в прямой улице в конце ее возвышались здания, окаймлявшие громадную четырехугольную площадь с красивыми аркадами, под которыми кипела толпа. Это был форум. Над черепичными крышами виднелись без конца белые дома лепившегося по горе города, а еще выше стены Акрополя, колонны и скульптурные фризы его храмов. Улица, ведшая к форуму, напомнила Актеону прибрежную часть Пирея. На ней селились негацианты и ремесленники, большей частью греки. Всюду кипела торговая жизнь. Рабы несли тюки с товаром, юноши с завитыми бородками и носами хищных птиц записывали на восковых таблицах свои счета около дверей домов, на маленьких столах лежали обращики товаров, кучи ржи или шерсти и куски минералов из рудников. Продавцы, стоя, облокотившись у притолоки, говорили с покупателями, усиленно жестикулируя и жалобно призывая богов свидетелей того, что торговля разоряет их. У некоторых лавок хозяева, одетые в миртовые и пурпуровые сандалии, молча слушали разговоры, смотрели зорко своими глазами сфинксов и поглаживали кольца своих надушенных бород. Это были африканские, азиатские, карфагенские, египетские и финикийские купцы, хранившие в домах своих много сокровищ, золотые украшения, слоновые клыки, страусовые перья и куски амбры. В дверях виднелись богатые женщины в белых мантиях, окруженные рабами, опьяненные ароматами едких азиатских и таинственных восточных духов. Они в разговоре выставляли на крыльцо свои розовые мордочки. Среди прочего товара резко кричали привезенные из разных мест редкостные птицы и торжественно распускали как мантии свои перья. Быстро окинув все это взором, Акто он вошел на форум. Был базарный день и вся жизнь города сосредоточилась на этой большой площади. Огородники разместили близ портиков горы своих овощей. Пастухи из долины складывали кучи сыров и ставили кувшины с молоком. Женщины из порта загорелые почти голые предлагали свежую рыбу. С края площади пастухи с гор дикого вида вооруженные копьями караулилили коров и лошадей пригнанных для продажи. Они были кельтийцы и, как о них говорили, ели при случае и человеческое мясо. На площади они чувствовали себя, как в тюрьме, и недружелюбными глазами смотрели на тесноту и движения, столь отличные от свободы их бродячей жизни. Богатство Сагунта возбуждало их разбойничье вожделение. Сжимая в руках копья, они бросали злобные взгляды на наемников солдат, охранявших на ступенях одного храма сенатора, которому было поручено отправлять правосудие в базарные дни. Среди площади шумели торгуясь люди, одетые в пестрые наряды и говорившие на разных языках. Проходили доброжелательные граждане, просто одетые в белое с рабами, несшими в сетках провизию, купленную на неделю. Греки в широких ламидах шафранного цвета осматривали все и долго торговались, прежде чем купить какую-нибудь безделицу. Сагунтинские граждане, иберийцы, потерявшие из-за бесконечных скрещиваний свою первоначальную грубость, старались подражать римлянам, народу, который в то время пользовался наибольшим уважением. Тут же были жители из центра страны, бородатые, у которых желание побывать на базаре поборола их постоянную ненависть к городу и в особенности к грекам из-за их изысканности и роскоши. Несколько кельтийцев из племен соседних с Сагунтом верхом на лошадях стояли среди форума, не оставляя копий и покрытых бычьей шкурой щитов. Одетые в тройной шлем и кожаные латы, они, казалось, были во вражеской стране и ожидали нападения. В это время их ловкие загорелые и мужественные жены размахивали широкими платьями с каймой самых ярких цветов, бегали по всему рынку, останавливаясь с детским восторгом у прилавка какого-нибудь грека, торговавшего стеклянными бусами и грубой работы бронзовыми ожерельями и браслетами. Плащи из тонкого льна и пурпура смешивались с голыми членами рабов и с кельтийским черным шерстяным сагумом, сдерживаемым на плечах медным кольцом. Греческие прически, перекрещенные красными лентами, соломенные колпачки, похожие на пламя факела, низкие лбы, как верх красоты, мешались с прическами кельтиберийских женщин, подбиравших волосы, чтобы их загорелые лбы, казались большими. Некоторые из этих женщин имели на шее стальной ошейник, от которого шли вверх железные проволоки, соединявшиеся над головой, и с этой клетки уже опускалась покрывала, оставляя открытым огромный лоб, блестящий и светящийся как луна. А кто он долго смотрел на странные прически и на бойкий мужественный вид этих женщин, его тонкое чутье грека подсказало ему, что было бы небезопасно засматриваться на стоявших среди форума варваров, смотревших с ненавистью на землепашцев и торговцев. Это были хищные птицы. Чтобы быть сытыми в своих горных ущельях, они должны были прибегать к разбою. Окруженному таким народом Сагунту неминуемо предстояло сразиться с ними. Думая об этом, грек вошел под портики, где собирались люди праздные среди палаток бродобреев, менял и продавцов вина и прохладительных напитков. Это было похоже на галереи афинской Агоры. В уменьшенном виде это была обстановка его родного города. Важные граждане сидели на принесенных для них рабами складных стульях у палаток, прислушиваясь к новостям. Сплетники переходили от одной группы людей к другой, передавая самые удивительные ложные известия. Паразиты, гонявшиеся за приглашением на ужин, льстили богачам и дурно говорили о проходящих. Педагоги без места крикливо спорили о каком-нибудь правиле греческой грамматике. Молодые граждане жаловались на старых сенаторов и утверждали, что республика нуждается в более сильных людях. Много говорили о последних победах над турдетанцами. Теперь они не поднимут головы, их царь Артабан, ушедший в дальний угол своих владений, получил хороший урок, и молодые сагунтийцы смотрели с гордостью нависевшие на пилястрах копья, щиты и шлемы, трофеи их побед. Это было оружие сотен турдетанцев, убитых и взятых в плен. В палатках Бродобреев продавались мебель и украшения, добытые у врагов сагунтинскими воинами. Никто не желал приобретать их. Город был наполнен такой добычей. Сагунтинское войско пригнало вереницы, телег с вещами, целые полки людей и множество скота. Все, думая о победах, улыбались с той холодной жестокостью древних воинов, которая заставляла побежденных считать рабство великой милостью. Около храма, где совершалось правосудие, был рынок рабов. Они сидели в кружке на земле, обхватив руками колени и упираясь на них головой. Рожденные в неволе, покорно, как животные, ждали нового хозяина. Мускулы их были истощены от голода, бритые головы покрыты белыми шапками. Другие, которых сторожили с большим вниманием, были бородаты и на волосах их лежали венки из веток в знак того, что они были военнопленные. Это были турдетанцы, не внесшие за себя выкупа. Мысль, что они попали в рабство, заставляла их глаза блестеть яростью. Многие из них были скованы, у многих на телах зияли раны, рты их судорожно сжимались, будто хотели укусить, а некоторые из них потрясали остатками обрубленных рук. Они лишились их в борьбе с племенами, жившими внутри страны и имевшими обыкновение таким образом делать своих врагов безвредными. Сагунтинцы смотрели равнодушно на врагов, превращенных в вещи, в скот, суровым законом войны, и, забывая их, разговаривали о делах города, о борьбе партии, которая как будто прекратилась после вмешательства римлян. На ступенях ближайшего храма еще виднелись пятна крови обезглавленных друзей Карфагена, а приверженцы Рима выражали свое одобрение энергичным поступком посланников республики. Теперь под покровительством Рима город будет жить спокойно. Актеону, слушавшему эти разнообразные разговоры, вдруг показалось, что среди людей, стоявших на ступенях храма, находится тот кельтийский пастух, который накануне убил римлянина, но его черный сагум скрылся в толпе и грек не знал, действительно ли это был он. Утро приходило, актеон провел много времени на рынке, пора было подумать о делах. Он надеялся увидеть стрелка Мопсо в Акрополе и направился туда по узким мощеным булыжникам улочкам с белыми домами, женщинами, предущими у порогов. Близ Акрополя грек полюбовался циклопическими стенами, сложными из больших глыб камня так искусно, что они не нуждались в цементе. Здесь была колыбель города, основанная товарищами Закинфа, оставшимися между грубыми туземцами. Пройдя под широким сводом, он очутился на самой вершине горы, на площади, окруженной стенами, которая могла бы дать убежище всему народонаселению Сагунта. На этом громадном пространстве без всякой симметрии возвышались общественные здания, как память о тех временах, когда город еще не распространился по направлению к морю. С высоких стен виднелись обширные обработанные поля, принадлежавшие республике, простиравшиеся за суром вдоль морского берега до границ страны Олькадов. По берегам Беатис-Перкеса виднелось множество деревень и дач, а по склону горы веером развертывался город, окруженный стенами, над которыми среди садов как бы выскакивали домики. Актон рассматривал в Акропле храм Геркулеса, колоннаду, где собирался сенат, монетный двор, храм, где хранились сокровища республики, арсенал, казарму наемных войск и подымавшуюся над всеми этими зданиями башню Геркулеса, громадную циклопическую постройку, с которой яркие огни, повторяя сигнал сторожевых башен берега и порта, распространяли тревогу по всей Сагунтинской территории. В настоящую минуту толпа рабов кончала под руководством греческого художника последние украшения маленького храма, воздвигнутого в Акрополе сонникой в честь богини Минервы. Сагунтинцы, пришедшие сюда любоваться своим городом, и наемники, чистившие свои доспехи у дверей казарм, с любопытством поглядывали на грека. Сагунтинец, одетый в красную римского покроя тогу и опиравшийся на толстую палку, подошел и заговорил с ним. Это был человек средних лет, сильный, с завитыми волосами и бородой, с добрым выражением глаз и улыбки. «Скажи мне, грек, спросил он ласково, зачем приехал ты сюда? Ты купец или мореход? Не ищешь ли ты серебро, которое разрабатывают кельтеберийцы? Нет, я бедняк, странствующий по свету и хочу предложить свои услуги республики как воин». Сагунтинец грустно заметил, «Я бы должен был догадаться об этом, видя твое оружие». Солдаты, все солдаты, в прежние времена в городе трудно было увидеть меч или кинжал. Приезжали к нам иностранцы, привозили нам свои товары, брали наши и жили мы мирно, как описывают поэты. Теперь греки и римляне приезжают вооруженные, собаки, предлагающие пасти стада, которая без них кормилась спокойно, не опасаясь врагов. При виде воинственных приготовлений, радости, с которой наши юноши рассказывают о последнем походе против турдетанцев, мне становится страшно за судьбу города и моих близких. Теперь мы сильнее, но почем мы знаем, не придет ли к нам более сильный и не наложит ли на нас рабских цепей? Он с грустью взглянул на любимый город. Чужестранец, продолжал он, меня зовут Алько, а друзья прозвали Осторожным. Старшие сенаторы внимают моим советом, но молодежь не следует им. Я торговал, я ездил по свету, у меня жена и дети, я считаю, что в мире благоденствия народов и что мир следует удерживать всеми силами. Я Актеон, Афининин, я был мореплавателем, в бурю погибли мои суда, я был купцом и потерял свое состояние, и Меркурий и Нептун обошлись со мной, как бесчеловечные родители, я много наслаждался, много страдал, а теперь нищий, я продаю свою кровь и свои мускулы. Плохо поступаешь, Афининин, ты был человеком и хочешь сделаться волком, знаешь, что мне нравится в твоем народе, то, что вы смеетесь над Геркулесом с его подвигами и поклоняетесь палладе Афини, презираете силу и превозносите ум и мирное искусство. Сильная рука столь же ценна, как и голова, в которую Зевс вложил свое пламя. Да, но эта рука убивает голову. А кто она возмутили слова Алько? Знаешь, ты стрелка Мопсо, ты найдешь его близ храма Геркулеса, ты его узнаешь по оружию, которое он никогда не покидает, он из тех, кого привлекает сюда злой дух войны. Прощай, Алько, да хранят себя боги Афининин. А кто он узнал храброго грека по луку и колчану за его плечами? Это был крепкий человек с длинной бородой. Вокруг его седых кудрей была закручена воловья жила, служившая для натягивания лука. Его развитые мускулы показывали, сколько надо было употребить напряжение, чтобы натянуть его тугой лук. Он обратился к Актеону с тем уважением и сочувствием, с которыми относились к Афининам греки, жившие на островах. «Я поговорю в Сенате», ответил он на предложение Актеона. «Моего слова будет достаточно, чтобы тебе дали место, соответствующее твоим достоинствам. Ты сражался когда-нибудь?» «Я был на войне с лакедемонами», под начальством Клеомена. Знаменитый полководец, до нас дошли рассказы о его подвигах, что сталось с ним. Я оставил его, когда он, побежденный, но не павший духом, спасся в Александрию. Там он жил под покровительством Птоломея. Однако я теперь слышал в Новом Карфагене, что вследствие придворной интриги он впал в немилость. Египетский монарх подослал к нему убийцы и Клеомен с его двенадцатью товарищами погибли, защищаясь. Когда он пал, перед ним была гора трупов. Достойный героя конец. Где-то учился военному искусству. Я начал в Сицилии и Карфагене, в лагерях наемников, окончил свое воспитание в Пританее в Афинах. Мой отец Лизастер был на службе у Гамилькара и был казнен карфагенцами во время их войны с наемниками, войны названной безжалостной. Хорошая школа и достойный ответ. Прежде чем я поступил на службу Сагунта и бродил по свету, до моего слуха доходило его имя. Привет тебе, Актеон. Если хочешь, поступи в Гоплиты. Ты будешь в первом ряду фаланги, у тебя будет тяжелое вооружение и широкая пика. Впрочем, нет, вы, афиняне, любите сражаться налегке, ваше преимущество в быстроте, а не в силе. Ты будешь пельтастом, с копьем и легким щитом, называемым пельта. Ты будешь драться свободно и о твоих подвигах наверняка говорят. Мимо двух греков прошло несколько стариков, которым стрелок низко поклонился. Это сенаторы, сказал он. Они собираются, потому что базарный день. Многие из них прибывают сюда на носилках из своих поместьей. Они собираются там, около той колоннады. А кто он видел, как старики усаживались на деревянные кресла с изогнутыми ножками и с головой немейского льва над спинками. По их лицам и одеждам можно было заметить, какое разнообразие народностей скопилось в городе. У приехавших из своих ферм бородатых, смуглых иберийцев были полотняные, подбитые шерстью панцири, короткие обоюдоострые мечи, висевшие через плечо, и шапки из такой твердой кожи, что могли служить шлемом. Греческие же купцы были бритые, задрапированные в белые хламиды, из которых высовывалась обнаженная правая рука. Тесьма связывала их волосы наподобие короны, и они опирались на палки с заостренным верхом. Они напоминали греческих царей, соединившихся против трои. Между ними Актеон заметил гиганта с черными курчавыми волосами. Из-под его красной материи виднелись выдающиеся мускулы и жилы. Это Терон, сказал стрелок, он главный жрец Геркулеса, поразительный человек, получивший венок в Олимпийских играх, убивающий быка одним ударом кулака по шее. Актеону во второй раз показалось, что он видит между сенаторами фигуру кельтийского пастуха, но стрелок заговорил, и он обратился к нему. Начинается заседание, я должен встать на ступенях и ожидать приказаний. Поди, Актеон, и подожди меня на форуме. Там ты встретишь моего сынка. Ты говорил, что видел его уже по дороге. Наверное, с ним была пастушка сонники. Не смущайся, Актеон, не лги. Я верно догадался. Ах, дети, этот бродяга вместо того, чтобы работать, бегает по полям с рабой. Несмотря на строгость слов стрелка, в его тоне слышалась нежность. Он, очевидно, предпочитал другим детям этого свободолюбивого капризного артиста на целые недели исчезавшего из отчего дома, чтобы слоняться по горам или в порту. Греки расстались. Когда Актеон направился к форуму, он снова увидел снующего по Акрополю таинственного кельтийского пастуха. Входя в портики, грек услышал крики и свистки. Толпы людей смеялись и ругались. Народ выходил из палаток бродобреев и продавцов благовоний. Группа нарядной молодежи важно проходила в толпе, не обращая внимания на свистки и насмешки, раздававшиеся по их адресу. Это была золотая молодежь Сагунта, богачи, подражавшие обычаям афинской аристократии, утрируя их в силу отдаления и дурного вкуса. Актеон улыбнулся, видя, как неуглюже сагутинцы подражали своим далеким образцам. Впереди шел Лакаро, сопровождавший соннику в ее утреннем посещении храма Венеры. Они были одеты в ткани ярких цветов, столь прозрачные, что тело сквозило. Платья их напоминали одежду гетер на перах. Их бритые щеки были нарумянины, а глаза подведены темной краской. Волосы их завитые, напомаженные, надушенные, были перевиты лентой. У некоторых из них висели длинные серьги и бренчали запястья. Иные облокачивались на маленьких рабов с белыми шеями и густыми локонами, рабов, которые своими округленными формами напоминали девушек. Как будто, не слыша браний насмешек народа, они говорили между собой о греческих стихах, сочиненных одним из них, обсуждая их достоинства, и какой должен быть для них аккомпанемент на лире. Они прерывали свой разговор только чтобы погладить по щеке своих юных рабов или поклониться знакомым. В глубине души они были очень довольны скандалом, произведенным их появлением на форуме. «Не говорите мне, что они подражают грекам», кричал в одном кружке старик с остроумным лицом и грязной заштопанной мантией педагога без места. Огонь богов падет на этот город. Верно ли то, что наш отец Зевс в минуту страсти унес Ганимеда, Оледа и все бесчисленные красавицы, которые поддавались пламенному властителю Олимпа? Хороша бы была гармония мира, если бы люди стали подражать богам, и все оделись бы женщинами, как эти дураки. Хотите видеть грека? Вот он, это настоящий сын Эллады, он указал на Актеона, на которого обратились любопытные взгляды окружающих. Как ты будешь смеяться, иностранец, над этими несчастными, так грубо подражающими нравам твоего отечества? Продолжал кричать этот хулитель с внешностью нищего. «Знаешь, я философ, единственный философ в Сагунте, поэтому ты поймешь, что этот неблагодарный народ дает мне умирать с голоду. Я в молодости был в Афинах, учился в тамошних школах, потом отправился по свету искать истину. Я ничего не выдумал, но знаю, что говорили люди о душе и мире. Хочешь, я скажу тебе на память целые параграфы из Сократа и Платона или речи великого Диогена? Я знаком с твоим отечеством и стыжусь за свой город при виде этих дураков. Знаешь, кто виновник всех этих постыдных чудачеств? Это Сонника, которую зовут Богачкой, бывшая куртизанка, которая кончит тем, что превратит Сагунт в позорище, разрушит традиции города грубые, но здоровые нравы прежнего времени». При имени Сонники раздались возгласы неодобрения. «Вот видишь», закричал еще яростнее философ, «они ее поклонники, рабы, боящиеся правды. Имя Сонники для них имя богини. Видишь вот этого? Сонника дала его отцу большую сумму денег без процентов на покупку зерна в Сицилии, вот он поэтому не может слышать, чтобы ее осудили, а этот за нее стоит, потому что она выкупила его отца из рабства, и все они, те, что сейчас хотят съесть меня, все получили от нее какие-нибудь милости и, наверное, постараются отомстить мне за мои слова. «Они рабы защищают ее, как какое-нибудь божество. Так как их много, то правительство не смеет наказать эту гречанку, сумасбродство, которое скандализирует весь город. Ну, бейте меня, купчишки, бейте единственного правдивого человека в Сагунте!» Молодежь стала удаляться с бранью по адресу философа. «Ты должен бы проявлять более благодарности, сказал один из уходивших, если ты обедаешь только у сонники». «Буду у нее ужинать и сегодня», дерзко ответил философ. «Ну, так что это доказывает? Я ей в лицо скажу то, что говорил здесь, и она будет смеяться как всегда, тогда как вы будете слюнки глотать в ваших домах, думая о ее ужине». «Неблагодарный паразит», ответил презрительно пожимая плечами один из уходивших. «Благодарность добродетель собак, человек доказывает свое совершенство понося тех, кто ему покровительствует. Если не желаешь, чтобы философ Эффобий был паразитом, то и давай ему содержание взамен его мудрости». Но Эффобий говорил напрасно, слушатели его все исчезли. Оставался только актеон с интересом рассматривавший человека, встреченного в чужом городе и так походившего на тех голодных и невежественных философов-плебеев, которые кишели вокруг Академии в Афинах. Увидев себя безокружавшей его публики, Эффобий взял грека за руку. «Ты один достоин того, чтобы меня слушать. Видно, что ты оттуда и умеешь различать людей по их достоинству». «Кто это Сонника, так возмущавшая тебя? Знаком ты с ее жизнью?» спросил Афининин, желавший что-нибудь узнать о прошлом женщины, о которой толковал весь город. «Как как не знать тысячу раз?» Она мне сама рассказывала в минуты меланхолии и скуки, когда я более не в силах смешить ее своей мудростью, она начинает говорить о своем прошлом, да так небрежно, точно говорит с собакой, это длинная история. Философ прищурился и показал глазом на дверь помещения, где виднелись ряды амфор. «В доме Фульви нам будет удобнее. Это честнейший римлянин, он поклялся не иметь дела с водой, у него есть удивительное ауроноское вино, отсюда слышен его аромат. У меня нет ни одного убола». Философ потянул носом любимый запах вина и сделал неодобрительный знак. Несмотря однако на это, он посмотрел с нежностью на грека. «Ты достоин того, чтобы слушать меня, ты беден, как и я, среди этих купцов, наполняющих серебром свои лавки. Если нет вина, будем прогуливаться, это освежает мысли. Я буду обращаться с тобой, как Аристотель, со своими любимыми учениками». И прохаживаясь вдоль портиков, Эфобий начал рассказывать то, что знал о жизни сонники. Она предполагала, что родилась на Кипре, острове любви. По тем прибрежьям, где, по словам поэтов, из плещущей пены морской родилась Венера Афродита, женщины острова искали моряков, чтобы отдаться им в память богини. От такой встречи женщины с грибцом родилась сонника. Она смутно помнит первые годы своей жизни, протекшие на палубе корабля. Она прыгала по скамьям грибцов, ее кормили, как живущих на корабле котят, и так же пренебрегали ею. Она побывала во многих портах с разным народонаселением, с различными одеждами и нравами, но она их видела издали, как бы во сне, потому что никогда не сходила на землю. Прежде чем она сделалась женщиной, она уже была любовницей хозяина судна самосского моряка, потому что она ему надоела или из-за выгоды он продал ее биотийцу, державшему публичный дом в Перее. Маленькой соннике не было еще двенадцати лет, а она уже обращала на себя внимание среди других блудниц Перея, главного центра афинской проституции. Иностранцы, шулера, юноши, убежавшие от отцовской строгости, ютились в той окраине Афин, которая простиралась вокруг портов Перея и Фаралоо и составляла предместие Эстерон. Едва спускалась ночь, как весь этот буйный испорченный народ собирался на главной площади Перея между крепостью и портом, где начинали появляться проститутки, которых только в сумерки выпускали из их жилищ. Под портиками площади игроки бросали кости, странствующие философы спорили между собой, спали бродяги, рассказывали о своих странствованиях моряки, и среди этой разношерстной толпы ходили проститутки с нарумянинными лицами, почти голые или в пестрых ярких мантиях африканского и азианского происхождения. Здесь выросла и развелась молодая дочь Кипра, сходясь каждую ночь то с хлеботорговцем из Вифинии, то с продавцом кожи из Великой Греции, с людьми грубыми и веселыми, которые перед возвращением на родину тратили часть приобретенных денег с афинскими куртизанками. Дни сонника проводила в доме довольно бедной наружности, украшением которого служила только эмблема плотской любви, вывеска заведения. Двери были всегда открыты, охраняемые собакой на цепи. Шерстяная завеса едва отдергивалась, как в открытом внутреннем дворике уже виднелся сидящий и лежащий на земле живой товар дома, женщины, истощенные страстью и еще не сформировавшиеся девочки, все голые. Тут перемешивались темные пушистые тела египтянок с бледными гречанками и белыми шелковистыми телами азиаток. Сонника, звавшаяся тогда Мириной, именем данным ей моряками, устала от жизни в этом доме. Здесь все были рабыни, которых Беотит сбил, если посетитель уходил недовольным. Ей противно было получать два обола, цену, установленную законом Солона, из мозолистых рук, причинявших боль, лаская. Ее тошнило от пьяных и грубых людей, искавших минутного удовольствия и сменявшихся все новыми и новыми, с тем же приливом желаний, возбужденных солью моря, с теми же капризами и одинаковыми требованиями. В одну из ночей она посетила в последний раз храм Венеры пандемонийской, выстроенной салоном на главной площади Пирея, положила по оболу у статуи Венеры и ее спутницы Пифо, двух богинь, чтимых куртизанками, что она делала часто, прежде чем отдаться на берегу моря или у большой стены, воздвигнутой фемистоклом для соединения порта с афинами, своим случайным любовником. Потом она пошла в город, радуясь свободе и питая надежду сделаться одной из афинских гетер, роскошью и красотой которых она любовалась издали. Она жила, как жили свободные и бедные проститутки, называемые афинской молодежью волчицами. Первое время она иногда не ела целыми днями, но считала себя гораздо счастливее своих бывших товарок из фаралейского порта или предместья эстерон, рабынь, содержателей публичных домов. Местом ее деятельности теперь сделался керамикон, окраина Афин, простиравшаяся от керамикских до денильских ворот, где находится сад академии и гробницы знаменитых граждан, погибших за республику. Днем туда пребывали известные гетеры или присылали своих рабочих, узнать, написаны ли их имена на стенах керамикона. Афинянин, желавший сношения с какой-нибудь куртизанкой, писал на стене ее имя и цену, которую он мог дать ей, и если это ей оказывалось подходящим, то она у этой надписи ждала сделавшего предложения. При свете солнца гетеры показывались там почти обнаженными в красных сандалиях, в цветистых мантиях с венками роз на волосах, покрытых золотой пудрой. Поэты, риторики, артисты и знаменитые граждане гуляли по зеленым садам или открытым портиком керамикона, разговаривая с куртизанками и ломая головы, чтобы остроумно ответить им. Ночью же толпа бедных оборванных женщин слонялась между гробницами знаменитостей. Это были подонки забавлявшихся Афин, живущие свободно искавшие темноты ночи, старые куртизанки с помощью сумерек, зарабатывавшие свой хлеб на том самом месте, где когда-то царили своей красотой женщины, вырвавшиеся из публичных домов, рабыни, на несколько часов убежавшие от хозяев, и женщины из народа, искавшие в проституции облегчение своей нужде. Присев около могил или под кустом лавра, они были недвижимы, как сфинксы, когда же шаги какого-нибудь человека нарушали тишину керамикона, из всех углов подымались слабые призывы, часто увидев агента, которому было поручено собирать с куртизана к пошлину, установленную законом Солона, и составлявшую главнейший доход Афин, они обращались в бегство. Проходивший здесь в полночь после пира, чувствовал вокруг себя дыхание невидимого мира, слышал стоны и движения по зеленой траве и белой площади, поэты смеялись, говорили, что это вздохи великих людей, а профанации их могил. Так жила Медлина до пятнадцати лет, проводя ночи на керамиконе, а день в хижине старухи из Фессалии, которая, как все ее соотечественники, считалась колдуньей, и жила тем, что продавала любовные напитки и раскрашивала физиономии постаревших куртизанок. Чему только не научилась маленькая волчица у этой костлявой и безобразной старухи. Она помогала ей примешивать свинцовое белило к рыбьему клею, чтобы этой мазью сглаживать морщины, приготовляла муку из бобов для растирания груди и живота, что придавало гладкость и крепость мускулом, наполняла флаконы антимонием, придававшим блеск глазам, распускала кармин, чтобы слегка раскрашивать морщины, покрытые известным составом. Она с величайшим вниманием слушала умные советы старухи, преподававшей своим ученицам искусства рельефно выставлять свои внешние достоинства и скрывать недостатки. Старая фессалейка советовала маленьким полным девушкам носить подошвы и скорки, а высоким тонкую обувь и втягивать голову в плечи. Она изготовляла выпуклости для худых, корсеты для полных, красила сажей седые волосы, а тем, у кого были хорошие зубы, советовала держать в них веточку мирта и смеяться при каждом слове. Молодая девушка пользовалась ее доверием и потому помогала ей в самых опасных предприятиях составлении любовных напитков и разных чар, из-за которых ее не раз преследовали служащие при академии. Наиболее зажиточные гетеры обращались к ее искусству со своими желаниями радости или мести. Чтобы помочь бессилию мужчины или бесплодию женщины, надо было в их чаши вина утопить маленькую рыбку. Чтобы привлечь любовника, надо было на огне из веточек тмина и лавра спечь мучную лепешку без дрожжей. Чтобы обратить любовь в ненависть, надо было идти по следам означенного человека, ступая правой ногой на след его левой ноги и приговаривать «Против тебя иду по следам твоим». Если желали возвратить охладевшего любовника, то старуха поворачивала в руках бронзовый шар и прижимала его к груди, моля Венеру, чтобы названный человек также вертелся у дверей его бывшей любовницы. Если же это не помогало, то колдунья бросала в волшебный костер восковое изображение любимого человека, обращаясь ко всем богам с просьбой, чтобы его сердце растопилось любовью, как растопилась его восковая фигурка. К этим заклинаниям часто прибавлялись лекарства, составленные из разных возбуждающих средств, причинявших иногда смерть. В одну лунную весеннюю ночь одна встреча заставила Медрину бросить лачугу Фессалейки. Ее зов, слабый и нежный как стон, обратил на нее внимание человека в белом плаще с венком из вялых роз. По блеску глаз и шатающейся походки можно было предположить, что он пьян. Медрина догадалась, что это знатный гражданин, возвращающийся с пира. Это был поэт Сима Леон, молодой аристократ, получивший венок на Олимпийских играх и считавшийся в Афинах наследником Анаклеона. Его стихи читали под аккомпанемент Лиры Гетеры на пирах, а честные гражданки краснее от волнения в уединении Гинекея. Самые знаменитые красавицы Афин ссорились из-за него. Слабый, несмотря на молодость, как бы не в силах перенести тяжесть всеобщего внимания, удалялся он в храм Эскулапа, отправлялся ко всем чудотворным источникам Греции и островов. Но лишь только мучившее его кровохарканье прекращалось и здоровье улучшалось, он бросал лечение и возвращался к пирам, к гетерам и прелестным грешницам, переходил из одних объятий в другие, платил за их ласки стихами, которые облетали весь город, прожигал свою жизнь как факел, переходивший во время праздника Диониса из рук в руки вакханкам, пока не пропадал в бесконечности. Возвращаясь с одной из таких оргий, он встретил Медрину. Увидев при свете луны ее свежую, почти детскую красоту, вместе, посещаемым самыми последними волчицами, он не поверил своим глазам. Перед ним была психея с крепкими, круглыми грудями, как опрокинутая прекрасной формы чаша с линиями тела, столь мягкими и правильными, что не сумели бы создать ничего подобного и скульпторы академии. Поэт почувствовал такое же наслаждение, как когда, проходя по дороге из Афин к порту вдоль стены Фемистокла, ему приходили в голову последние строфы какой-нибудь оды. Сонника хотела пригласить его в хижину Фессалейки, но Симолеон, ослепленный мраморным телом, сквозившим сквозь рубище, увел ее в свой великолепный дом на улице Треножников, сделав ее его хозяйкой, окружил рабами и дорогими одеждами. Такая фантазия поэта огорчила Афины. И в Агоре, и в Керамиконе только и говорили, что о новой любовнице Симолеона. Важные гетеры, так желавшие завоевать поэта, оскорбились тем, что он увлекся девочкой из публичного дома, испытавшей, вероятно, много приключений в Пирее. Симолеон возил ее на своей колеснице, запряженной тройкой лошадей с постриженными гривами, на все праздники в храмах Греции, сочинял для нее много стихов и под дождем падающих на постель цветов будил чтением их свою возлюбленную. Он давал пиры своим друзьям-артистам, наслаждаясь их завистью, когда заставлял ее обнаженную стоять на столе во всем великолепии ее чистой красоты, возбуждавшей в этих греках почти религиозное чувство. Верная Симолеону сначала из благодарности, а потом из любви к поэту и его произведениям, она обожала его как артиста и как любовника. Скоро она научилась играть на лире и декламировать его стихотворения в разных стилях, прочла библиотеку своего любовника, могла поддержать разговор с художниками, посещавшими его вечера, и, наконец, прослыла одной из умнейших Гетер Афин. Симолеон, все более увлекаясь своей милой, беззаветно тратил жизнь и деньги. Для нее он выписывал из Азии ткани, выштые фантастическими цветами, сквозь которые просвечивал перламутр ее тела, золотой порошок для волос, чтобы она была похожа на богинь, изображавшихся в Греции всегда белокурами, давал поручение купцам привозить из Египта самые свежие розы. Иногда он в припадке кашля падал в изнеможении бледной с горящими глазами в объятия своей любовницы. После двух лет, проведенных таким образом, в один осенний вечер, лежа в своем саду, склонив голову на колени красавицы, следя за ее белыми пальцами, перебиравшими струны лиры, он в последний раз услышал свои стихи, спетые свежим голосом Медрины. Солнце осветило последними лучами верхушку копьями нервы в Парфеноне, его слабые руки едва могли поднять чашу полную вина и меда, он сделал усилие, чтобы поцеловать свою возлюбленную, розы его венка облетели и покрыли лепестками грудь Медрины, он издал тихую жалобу, закрыл глаза и склонился в объятия женщины, которая посвятил остаток своей жизни. Молодая женщина оплакивала его с отчаянием вдовы. Она обрезала свои роскошные волосы и положила их на его могилу, она оделась в темного цвета шерстяную одежду, как добродетельные афиненки, и осталась в доме пустом и одиноком, как гинекей. Но необходимость жить и поддерживать ту роскошь, к которой она уже привыкла, иметь лошадей, рабов и наездников, заставила ее вспомнить о своей красоте и возбудить в гетерах страх перед новой соперницей. с головой покрытой рыжим париком, укутанной прозрачными покрывалами, выдававшими округленные линии ее груди, увешанной жемчугом и пони. Некоторые, более храбрые, сгоравшие желанием, поднимали указательный палец в виде безмолвной просьбы, но напрасно ждали они жеста, которым гетеры изъявляли свое согласие, складывая большой и указательной пальцы в форме кольца. Через некоторое время они старались достигнуть возможности хотя бы посетить дом знаменитой куртизанки, шли толки о том, что в минуты скуки она ночью впускала к себе молодых скульпторов, изваявших свои первые вещи в садах академии, или поэтов, читавших свои непризнанные стихотворения праздным людям на Агоре, людей, которые за любовь могли заплатить несколько оболов или самое большее драхму. Богачи же, предлагавшие несколько мин, чтобы войти в дом, не могли удовлетворить своего желания. Старая куртизанка рассказывала с некоторым уважением, что один азиатский король проездом в Афинах дал Мирвине за одну ночь два таланта, то, что тратили в год некоторые греческие республики, а красивая Гетера, нетронутая такой щедростью, позволила ему быть около нее только пока вылилась одна склянка ее часов. Чувствуя отвращение к мужчинам, она мерила любовь песочными часами. Сказочно богатые купцы, приезжая в Пирей, искали протекцию, чтобы попасть в дом Мирвины. Они давали взятки бродячим артистам, принятым у нее, чтобы получить приглашение на ее ужин. Некоторые из них, прибывшие накануне с целым флотом товаров, продавали их с кораблями, чтобы войти в дом поэта, и возвращались в свою страну нищими, но довольные завистью и уважением, которые возбуждали в товарищах. Таким образом, она познакомилась с Бомаро, молодым иберийцем, закинфским купцом, пришедшим в Афины с тремя кораблями, нагруженными кожами. Куртизанке понравилась его нежность, так отличавшаяся от грубости других торговцев, испорченных жизнью в портах. Он говорил мало и краснел, как будто долгое молчаливое пребывание на море придавало ему скромность девушке. Когда его просили рассказать о его приключениях, он делал это правдиво, не упоминая о пережитых опасностях и детски восторгаясь греческой культурой. Во время ужина при первом знакомстве Мерина заметила его обращенный к ней взгляд, полный нежности и уважения, будто обращенный к богине, недоступной желаниям. Этот моряк, воспитанный среди варваров, в колонии, почти не сохранившей следов Греции, возбудил в куртизанке более живой интерес, чем окружающие ее афиняне и богатые купцы. Дрожа и путаясь в словах, молил он даровать ему как милость одну ночь и провел ее не столько в чувственном, сколько в духовном восторге перед ее царственной наготой, перед ее дивным голосом, усыплявшим его теплым материнским напевом. При отъезде он хотел отдать ей все состояние, заключавшееся в Грузии его кораблей, но Мерина, сама не зная почему, несмотря на его просьбы, отказалась принять его дар. Он был богат, не имел родителей и там, в варварской стране, обладал громадными имениями, сотнями рабов, работающих на его плантациях и в его рудниках, большими гончарными заводами и множеством кораблей, таких же, как стоявшие в Пирее. Когда куртизанка, глядя на него с улыбкой, как на щедрого ребенка, отказалась принять его деньги, он купил на улице золотых дел мастеров великолепное жемчужное ожерелье, служившее вожделением всех ГТР, и подарил его перед отъездом Медлини. Однако он возвращался несколько раз, не мог решиться вернуться домой, отправлялся со своей флотилией, но из первого же порта брал груз для Афин, не думая о цене, и, войдя в Пирей, бросался в дом куртизанки, не решаясь уехать, и в то же время боясь, что его присутствие неприятно Медлини. Кончилось тем, что куртизанка привыкла к этому смиренному любовнику, он всегда был у ее ног, он готов был умереть за нее, и выражал свое обожание с горячностью варвара, не со скептической и шутливой вежливостью Афинин, она его называла братом, и это слово, употребляемое гетерами по отношению к очень молодым людям, приобретало в ее устах оттенок искренней нежности. Иногда он долго не возвращался из поездок на острова, она ждала его возвращения, увидев его в дверях, бежала к нему с распростертыми объятиями и с радостью, с которой не встречала никого из своих остальных друзей. Она не любила его, как своего поэта, но страстная преданность Бомаро, его любовь, покорная и смешанная с уважением, так непохожая на похотливые чувства других, возбуждали в Мерлине чувство благодарности. Один раз Ибериц с большой нерешительностью осмелился высказать ей свою мысль. Он не мог жить без нее, он никогда не вернется в Закинв, он потеряет все свое состояние, но расстаться с ней не может, лучше он будет крючником на фаралейском Малу, и вдруг, как бы для того, чтобы скорее отделаться от возможного препятствия, он предложил ей быть его женой, обещал отдать ей все свое состояние, увести ее в веселый Закинв с цветущими полями и розовыми горами, похожими на горы Аттики. Мерина смеялась, слушая его, но в душе она была тронута самоотвержением иберийца, который, чтобы соединиться с нею, закрывал глаза на ее прошлое. Куртизанка с улыбкой шутливо отказывалась, но Бомара был настойчив. Неужели она не устала от жизни, где ее покупают как дорогую вещь, где грубые люди, считая себя ее господами за горсть золота, презирают ее, разве не лучше ей быть повелительницей в Иберии, обожаемой народом, который будет восхищен ее талантами Афиненки. Бомара своим любовным упорством победил ее, и в один прекрасный день куртизанки Афин увидели с грустью, что дом в улице Треножников был продан, что рабы несли на корабли иберийца, украшенные красными парусами, как для какого-нибудь торжества сокровища, собранные в три года безумного успеха. Куртизанка, чтобы успокоить человека, так всецело отдавшегося ей, решила оставить в Афинах воспоминания о своем прошлом. Она решила быть новой женщиной, забыть свое позорное имя и, не желая называться некрасивыми иберийскими названиями, приняла имя Сонники, которое так нравилось ей. Приехав в Закинф, моряк и гречанка венчались в храме Дианы при полном сборе сенаторов, которым принадлежал и молодой человек. Весь город ощутил очарование, как бы исходящее от всей личности Сонники. Это было как дыхание далеких Афин, безумно обрадовавшие греческих купцов в Сагунте, огрубевших от долгого пребывания среди варваров. На пирах, когда она пела гимны, сочиненные великими художниками, вся молодежь из греков готова была пасть к ее ногам и молиться ей, как богини. Через год после брака Бомаро уже чувствовал в хозяйстве помощь этой женщины при перемене жизни, занявшейся материальными заботами и употреблявшей все усилия, чтобы затушить ропот честных граждан по поводу ее прошлого. Она следила за работами в поле, на гончарных заводах, присутствовала при выгрузке кораблей, и громадное состояние Бомаро увеличивалось вследствие разумных советов, которые она давала своим тихим, мелодичным голосом, лежа под кустами лавров, в то время как рабыня освежала ее веером из перьев. Бомаро, удовлетворенный в своей любви, часто плавал по берегам Иберии, желая еще увеличить состояние, которым так хорошо управляла Сонника. Она была окружена толпой греческих юношей, рожденных в Сагунте, желавших узнать у нее обо всех обычаях Афин. Злые языки в городе звали ее Сонникой-куртизанкой, а народ и мелкие торговцы, которым она много помогала, звали ее Сонникой-богачкой и готовы были драться со всеми, кто поносил ее. После четырех лет счастливого брака Бомаро утонул в зимнюю бурю близ геркулесовых столбов, и Сонник осталась полной хозяйкой громадного состояния и, благодаря богатству и доброму сердцу, получила огромное влияние в городе. Она освободила нескольких рабов в память погибшего морехода, принесла дары во все храмы Сагунта, воздвигла в Акрополе памятник Бомаро, выписав для работ над ним греческих художников. Своим великодушием она заставила суровых граждан забыть ее происхождение и терпеть ее веселую свободную жизнь, ее греческие обычаи среди иберийского общества. Когда прошло время траура, она стала давать пиры, продолжавшиеся до рассвета, выписала из Афин известных флейтистов и их игра сводила с ума сагунтскую молодежь. Ее корабли предпринимали путешествие с единственной целью привозить ей благовония Азии, ткани Египта и фантастические украшения Карфагена. Ее слава так распространилась, что некоторые кельтеберийские царьки приезжали в Сагунт, чтобы познакомиться с этой удивительной женщиной, добродетельной как жрица и прекрасной как богиня. Греки восхищались тем, что с ней возвеличивалось превосходство их соотечественников над туземцами, а последние ценили ее щедрость. В ее дом не входили другие женщины, кроме рабынь, флейтисток и танцовщиц. Она была окружена мужчинами, боготворившими ее, но не сближалась ни с одним. Она обращалась с ними просто, но холодно, принимая их ухаживание, но ничего большего не дозволяло им. Она мечтала только об Афинах, о лучезарном городе ее юности и старалась над чужбинем воссоздать его нравы. В этом месте своего рассказа философ Эфобий горячо утверждал чистоту ее жизни. По словам греков торгового квартала Сонника не имела любовников, и он самый злой язык города уверяет в том же. Несколько раз она склонялась в пользу кого-нибудь из своих знакомых, а Лорко, сын одного из царей Кельтиберии, произвел на нее впечатление мужественной и гордой красотой горного жителя, но в последнюю минуту Сонника отступила, как бы убоявшись смешения с низшей расой. Воспоминание об Аттике наполняло ее воображение. Если бы приехал какой-нибудь афинский юноша, красивый, как Алкивиад, поэт или воятель, ловкий, как участник олимпийских игр, она упала бы в его объятия, но дерзкие кельтиберийцы, приезжавшие на игры верхом и при вооружении, или женоподобные сыны купцов, завитые и надушенные, ласкающие маленьких рабов, сопровождающих их в бане, не были опасны для нее. «Ты афинянин», продолжал философ, «должен представиться ей, ты будешь хорошо принят. Хоть ты и не юноша», прибавил он, улыбаясь, «у тебя уже сидеет борода, но в твоем облике есть что-то напоминающее царей или ады. А в чем величие Сократа? Кто знает, может быть, ты будешь наследником богатств Бомаро? Если это случится, не забудь бедного философа, я буду доволен бурдюком лауронского вина, хотя ты теперь и не утолил моей жажды». И Эфобий смеялся и хлопал Актеона по плечу. «Я приглашен к соннике сегодня вечером», сказал Грек. «Вот как?» «Ну, мы там увидимся. Меня не приглашают, но я вхожу по праву домашней собаки». Мимо разговаривающих прошел Алько, миролюбивый гражданин, возвращающийся с Акрополя. Это один из лучших людей в городе. Он проповедует мне добродетель, советует работать и забыть философию, но всегда дает мне чего-нибудь выпить. До ночи, иностранец, он побежал за Алько, который, опершись на палку, с добродушной улыбкой, поджидал его. А кто он направился к центру рынка? Его позвал детский голос. Это была Ранто, сидевшая на земле между опустевшими уже кувшинами молока и продававшая последние круги сыра. Около нее на корточке присел молодой гончар. Они ели пирог с луком и, играя и смеясь, вырывали друг у друга куски. Пастушка предложила Актеону кусок пирога и сыра, что он принял с благодарностью, так как был голоден. Казалось, это была его судьба получать в Сагунте помощь от женщин. Это случилось уже два раза с тех пор, как он приехал. Сидя с двумя детьми, он заметил, что рынок пустеет. Пастухи гнали свои стада к морским воротам. Кельтиберийские вожди, взяв на лошадей своих жен, торопились в свои горные жилища и, опустевшие телеги, громыхали, направляясь за город. Снова увидел Актеон кельтиберийского пастуха, снующего между народом и прислушивающегося к разговорам. Проходя мимо грека, он взглянул на него тем таинственным взором, который возбуждал нежные воспоминания. Вдруг молодой гончар встал и бросился бежать, прячась за колоннадой форума. Он увидел своего отца, спокойно заметил Аранто. Вот идет Мопсо, спускаясь с Акрополя. Актеон встал навстречу стрелку. Моего слова было достаточно, чтобы Сенат принял тебя. Городу нужны хорошие воины. Старшины очень озабочены сегодня. Боятся Ганнибала, этого гамилькарова волчонка, который поднимает Карфагенен и не снесет спокойно нашей дружбы с римлянами и казни его здешних союзников. Смотри, это задаток тебе от республики. Он подал горсть монет, которые Актеон положил в свою сумку. Затем Мопсо пригласил его к себе познакомиться с его сыновьями и отобедать с ними, но Афининин поблагодарил, извиняясь тем, что уже приглашен к соннике. Простясь со стрелком, Актеон почувствовал жажду и, вспомнив рекомендацию философа, зашел к тому римлянину, лавронское вино которого восторгала эфобия. Он разменял динарий и получил глиняный кувшин искрящегося красного вина. В углу лавки два грубых наемника с разбойническими физиономиями пили вино. Один был ибериец, другой левиец с большой головой и атлетическими формами, со щеками огрубевшими под шлемом, шеей и руками изборожденными ранами. Он был одним из тех воинов, которые за деньги одинаково готовы служить как одному народу, так и его врагу. «Я на службе сагунта», — говорил левиец, — «эти купцы платят более, чем карфагенине. Хотя я и доволен службой у этого народа, но считаю, что они напрасно делают неприятности ганнибалу. Рим имеет большое значение, но Рим далеко, а этот львиный щенок недалеко отсюда. я его видел ребенком, когда служил его отцу Гамилькару. Бегает он, как беговой конь, сражается и пешим, и на лошади, как придется. Одевается как раб, более всего нравится ему оружие. Спит он на земле, и часто отец его поутру находил его среди сторожей лагеря. Он ничего не хотел слышать, все хотел видеть собственными глазами, проникнуть во вражеский стан, чтобы, наверное, узнать его слабую сторону. Газдрубал, муж его сестры, несколько раз изумлялся, когда в его палатку врывался старый нищий, и потом хохотал до слез, когда Ганнибал сбрасывал парик и рубища, которые помогли ему проводить несколько часов среди вражеской армии. Увидев Ранто, отдавшую свои пустые кувшины рабу, уложившему их в телегу и собиравшуюся идти к жилищу сонники, а кто он вышел из таверны, я пойду с тобой, малютка, ты меня проводишь в дом твоей госпожи. Солнце склонялось к западу, вечерний луч золотил зелень полей и придавал янтарную прозрачность листьям. По сельским дорогам звенели колокольчики стад, дребезжали телеги и раздавались песни возвращавшихся из города крестьян. Пришли в громадную виллу сонники, прошли мимо жилищ рабов, у дверей которых кипела масса голых детей с толстыми животами и пупками, выдающимися как пуговки. Дальше шли конюшни, из которых подымался пахучий пар и неслось ржание, амбары, дом управляющего, ямы с отдушинами на уровне земли, куда сажали провинившихся рабов, голубятни, высокой башни из красных досок, около которой кружилось облако белых крыльев и слышалось нежное воркование. Большие соломенные жилища сотен кур, и за всеми этими зданиями находилась уже сама вилла сонники, о которой говорили с восторгом даже самые отдаленные племена Кельтиберии. Утопая в лаврах и кипарисах, окруженные решетчатой изгородью, увитой вьющимися растениями, над целым морем зелени возвышались ее розовые стены с колоннадами и фризами и с голубого мрамора и террасой. А кто он шел молча и задумавшись? Несколько раз Ранто заговаривала с ним, не получая ответа. «Смотри, иностранец, все, что ты можешь окинуть взглядом, все принадлежит соннике. Смотри, Грек, сколько кур, кажется, все яйца, продающиеся в городе отсюда». А кто он не обращал внимания на указания пастушки? Когда же она закричала у входа в сад и внутри со звуками кемвала слился лай собакой странное чириканье невидимых птиц, Грек ударил себя по лбу, как будто сделал какое-то открытие. «Я знаю, кто это», сказал он, как бы просыпаясь. «Кто?» удивленно спросила девушка. «Ничего», ответил он холодно, боясь, что сказал лишнее. В глубине души он был доволен своим открытием. Он вспомнил слова наемника ливийца в таверне. В таверне и перед ним встал образ загадочного иберийского пастуха. Вдруг его мысль просветлела. Теперь он знал, кто он. С первой минуты на него произвели впечатление глаза этого незнакомца, глаза, которых время не изменило. Эти глаза он часто видел в своей молодости, когда его отец был на войне, а он сам воспитывался в Карфагене. Пастух был Ганнибал. Глава третья Танцовщицы из Гадеса Сонника проснулась в два часа. Косые лучи солнца проникали через золоченый переплет окна, закрытого листьями вьющихся растений. Свет отражался на ярких алебастровых орнаментах, обрамлявших стены из олимпийских игр, нарисованные на стене и колонки из розового мрамора, украшавшие вход. Красавица Гречанка сбросила белое покрывало из сигабийского полотна, и ее первый взгляд при пробуждении был на свою наготу. Она любовно следила взглядом за всеми очертаниями своего обнаженного тела, от груди, выдававшейся гармонической окружностью, и до конца розовых ног. Роскошные надушенные волнистые волосы, рассыпавшись, покрыли ее тело как бы золотой царской мантией, приникая к ней от затылка до колен сладким поцелуем. Куртизанка любовалась при пробуждении своим телом с поклонением, которые породили в ней похвалы афинских художников. Она была молода и красива, она могла вызывать трепет волнения в людях, когда в конце пира появлялась на столе обнаженной как фрина. Жаждая убедиться на ощупь в своей красоте, она проводила рукой по упругой шее, по перламутровым выпуклостям груди, оканчивающимся как бы розовыми лепестками, убеждаясь в их твердости, они касались запутанной сети голубых жилок, слегка обозначавшихся податласной кожей и мало-помалу спускалась от глубокой впадины у талии крепким бедрам и мягкой выпуклости живота, напоминавшей выпуклость кратеры, а отсюда к ногам гармоническую упругость, которых азиатские купцы, посещавшие соннику в Афинах, сравнивали с хоботом слона. Любовь коснулась ее своим огненным дыханием, но не сожгла ее. Она жила среди ее пламени холодная, бесчувственная и белая, как мраморная статуя под сиянием солнечных лучей. И, видя себя еще такой молодой, красивой, девственно свежей, она улыбалась, довольная собой, довольная жизнью. «Одацис! Одацис!» на звук ее голоса вошла рабыня кельтиберийка, высокая, худая, сильная, которую гречанка очень ценила за нежность, с которой она расчесывала ее волосы. Опираясь на ее плечи, сонника поднялась, улыбаясь, и встала с постели, чтобы отправиться в ванну. Волосы окутывали ее наготу, как прозрачное золотое покрывало. Прикосновение голых ног к холодному мозаичному полу, изображавшему суд Париса, заставил ее засмеяться коротким смехом, причем на щеках ее обозначились ямочки, и по спине пробежала легкая дрожь. Она спустилась с трех ступенек в яшмовый бассейн и развела руками, разбрасывая воду жемчужными брызгами. Ее тело в зеленоватой воде оказалось как бы прозрачным, переливаясь фантастическими оттенками, когда она двигалась с одного конца на другой, как сирена, с перламутровыми плечами и плывущей по воде волной волос. «Кто приходил?» «Адацис?» спросила она, вытягиваясь в воде. «Приходили гадостские женщины, которые будут танцевать сегодня. Полиант поместил их около кухонь. А еще... Несколько минут тому назад пришел иностранец из Афин, которого ты встретила сегодня утром в храме Афродиты. Ты провела его в библиотеку, и не забыла правил гостеприимства. Теперь пора выходить из ванны». Сонника улыбалась, вспоминая об утренней встрече. Она плохо спала. Она приписывала это бессонной ночи, проведенной с друзьями на террасе загородного дома и прогулке к городским воротам до восхода солнца. Ее несколько волновал образ, оставленный в ее внимании личностью Афинина, так что она даже видела его во сне. Сама не зная почему, личность Актеона сливалась у нее с представлением о Зевсе, спустившемся на землю в человеческом образе, ища земной любви. В минуты, когда она с отвращением растачала в Афинах свои ласки, продавая их за груды золота, у нее являлось смутное желание быть любимой богом. Она думала о Леде, о Психее, об изнеженном Ганимеде, любимыми жителями Олимпа, и сердилась на невозможность встретить бога, который бы взял ее в таинственной роще или на краю одной из дорог, ведущих неизвестно куда. Ей хотелось любоваться своим образом в глубине глаз, оживленных отражением бесконечного, целовать уста, из которых исходит высшая мудрость, чувствовать себя рабой в объятиях, обладающих бесконечной силой могущества. Она испытала долю подобного блаженства, любя своего поэта, величественного и недосягаемого в некоторые минуты, как божественное существо, но в юношеской простоте она не могла вполне оценить этого наслаждения, а теперь, достигнув полного развития, встречала только людей таких же, каких знала в Афинах, или грубых и невежественных, или изнеженных и сумасбродных, лишенных той строгой и величественной красоты, какой она любовалась в статуях. Выйдя из ванны, она по-детски грациозно вздрагивала между тем, как при каждом ее шаге с волос ее водяные капли падали легким дождем. По зову Одацис вошли три рабыни, помогавшие ей в услугах ее госпоже. Их обязанностью было массировать ее. Сонника отдалась в руки женщин, которые начали сильно растирать ее и вытягивать ее члены, чтобы придать им гибкость и легкость. Затем она села в кресле из слоновой кости, опершись порозовевшими локтями на дельфинов, образовавших ручки, и в таком положении, неподвижно и вытянувшись, ждала, чтобы рабыни приступили к ее туалету. Одна из них, почти еще девочка, одетая в тунику с широкими полосами, присела на пол, держа большое зеркало резной меди, в котором Сонника могла видеть всю верхнюю часть своей фигуры. Другая разложила на мраморном столе принадлежности для причесывания, и Одацис начала расчесывать гребнем из слоновой кости роскошные волосы своей госпожи. Между тем прочие рабыни подошли с бронзовой паттерой, наполненной серой массой. Это был порошок, который изящные афиненки употребляли для сохранения гладкости и эластичности кожи. Служанки натерли лицо, упруги, груди, торс, бедра и ноги гречанки, покрыв таким образом все тело ее блестящим масляным слоем. В местах, где кожа была покрыта пушком, они провели особым составом, состоящим из уксуса и кипрской земли. Сонника смотрела совершенно безучастно на эти приготовления к своему туалету, на минуту обезображивавшие ее, чтобы потом придавать ей ежедневно новую красоту. Одацис продолжала причесывать ее. Она собрала роскошные волосы, спускавшиеся блестящим каскадом на ее плечи, осторожно скрутила их, обвивая вокруг руки, как огромную золотую змею, и начала разделять на пряди, чтобы высушить, а потом любовно стала разделять их гребнями из слоновой кости, лежавшими на столе. Настоящее произведение искусства со своими тончайшими зубьями и резной верхней частью, представлявшей сцены в рощах шаловливых нимф, преследующих оленей, безобразных сатиров, гоняющихся за обнаженными красавицами. Высушив волосы, парикмахерша приступила к их окраске. Из маленькой амфоры, оканчивающейся широким горлышком, она смочила их раствором шафрана и аравийской комедии, и, открыв маленькую шкатулку, полную золотого порошка, посыпала им густые пряди, принявшие блеск солнечных лучей. Затем, обернув пряди на висках вокруг железной палочки, гревшейся на жаровне, завела их в локоны, покрывшие лоб гречанки почти до самых бровей, собрала массу волос на затылке, перевив их крепко красной перевязью, и закончила прическу, придав верхним прядям вид колыхавшегося пламени факела. Сонника приподнялась. Две рабыни придвинули массивную амфору с молоком и губкой стерли с тела своей госпожи, покрывавшей ее слой. Яркая белизна ее кожи засверкала еще светлее и ослепительнее. Одацис с серебряными щипчиками в руке осмотрела тело своей госпожи с вниманием и знанием дела артиста, заканчивающего великое произведение искусства. Она очищала кожу от малейшего волоска, и никто не мог сравняться в нежности, с которой она удаляла тончайший пушок, проходя по всем выпуклостям и углублением тела. Ее щипчики вырвали несколько тончайших волосков, показавшихся было под мягкой округленностью живота, там, где природа стремится прикрыться темной и бархатистой растительностью, безжалостно истребляемой греческим обычаем и стремлением подражать блестящей гладкости статуи. Она заставила соннику сесть обратно в ее кресло из слоновой кости и начала туалет лица. На столике под рукой вытягивался целый ряд стеклянных флаконов, алебастровых сосудов, бронзовых и серебряных ящичков, коробочек из слоновой кости и золота, все резное, блестящее, покрытое изящными изображениями, украшенное драгоценными камнями и содержащие египетские и европейские эссенции, аравийские благовония, ароматы и опьяняющие жидкости, привозимые караванами из глубины Азии в финикийские порты, оттуда в Грецию и Карфаген и приобретаемые для сонники кормчими ее судов во время торговых поездок. Одацис покрыл лицо куртизанки белилами и затем, смочив деревянную палочку в розовой эссенции, обмакнула ее в черный порошок кохель, который египетские купцы продавали по баснословным ценам и хранившейся в бронзовой шкатулке, украшенной гирляндами лотоса. Рабыня тронула острием палочки веки гречанки и окрасила их в черной цвет, а затем провела тонкую линию в углах глаз, отчего они стали казаться больше и мягче. Гримировка оканчивалась, рабыни открыли многочисленные флаконы и сосуды, стоявшие на мраморном столе, и по всей комнате распространился чудный аромат сицилийского нарда, иудейского ладана и мирры, индийского алоэ и греческого аниса. Одацис взяла крошечную стеклянную амфору с золотой инкрустацией и конической крышечкой, оканчивавшейся крошечной дырочкой, служившей для того, чтобы посыпать глаза антимонием, оживляющим блеск их, и, наконец, подала госпоже три мази, придающие различные оттенки кожи, миний, кармин и египетский пурпур, извлекаемый из внутренностей крокодила. Рабыня стала нежно раскрашивать тоненькой кисточкой тело своей госпожи. Она нарисовала нежно-розовые кружочки на щеках и маленьких ушках, положила как бы два розовых лепестка на конические оконечности грудей, тронула своей кисточкой бутон жизни, обозначавшийся легкой впадиной на блестящей гладкости живота, и, нагнувшись, окрасила сонники локти и ямочки, обозначавшиеся ниже талии, в выпуклости гармонических окружностей. Наконец, одна за одной были тронуты египетским пурпуром ладони рук и подошвы ног, которые другая рабыня обула в белые сандалии с подошвами из папируса и золотыми застежками. Всю соннику опрыскали благовониями, каждую часть тела особенными, чтобы все оно походило на букет цветов, в котором сливались различные ароматы. Одацис поднесла госпожа ларец с уборами, среди которых драгоценные камни сверкали переливающимися пятнами. Тонкие пальцы гречанки перебирали равнодушно груду ожерелей, повязок и подвесок очень дорогих, подобно всем греческим украшениям, как по своей артистической работе, так и по богатству материала. На корнолиновых, ониксовых и агатовых камнях были изображены почти в микроскопическом виде сцены из великих поэм, а изумруды, топазы и аметисты были украшены классическими профилями богов и героев. На обнаженной груди сонники засверкало ожерелье из различных камней, пальцы на руках покрылись перстнями, а белизна ее рук выступала еще прозрачнее в промежутках между охватывающими их золотыми браслетами. Чтобы придать более выразительности лицу своей госпожи, Одацис украсила его несколькими легкими пятнышками и затем начала окружать тело ее фасцией, корсетом того времени, широкой полотняной полосой, поддерживавшей груди, чтобы они сохраняли свою упругость, не теряя формы от тяжести. Глядя на себя в полированную бронзу, Сонника улыбнулась своему обнаженному телу, прекрасному, как тело отдыхающей Венеры. «Что ты наденешь, госпожа?» спросила Одацис. «Потребуешь тунику с золотыми цветами, привезенную из Крита или покрывало из колоссарийской ткани, прозрачной как воздух, которую ты приказала купить в Александрии?» Сонника не знала, на чем остановиться, надо было пойти в гардеробную, и во всем величии своей несравненной ноготы она в сопровождении служанок двинулась из спальни, шурша на каждом шагу папирусом своих сандалей. Все это время Актеон ждал в библиотеке. В продолжении его странствований по белу свету ему приходилось видеть роскошные дворцы. видел видел он за два года до его разрушения землетрясением знаменитого Колосса Родосского, видел Серапион и могилу великого завоевателя в Александрии. Он привык к богатству и роскоши, но не мог скрыть изумление, вызванного в нем этим греческим жилищем в стране варваров, гораздо более роскошным и художественным, чем дома богатых афинских граждан. Следуя за рабом, он прошел через сад с его густой зеленью и клетками чужеземных птиц и через колоннаду вступил в сам дом, в протирум с его мозаичным цоколем, где были изображены собаки с огненными глазами и раскрытыми пастями, усаженными клыками. Над дверью была прикреплена лавровая ветвь и лампада в честь богов-покровителей дома. За протирумом, несколько темноватым, обрисовывался под открытым небом, составляя как бы легкие всего дома атриум с его четырьмя рядами колонн, поддерживавших крышу и образовавших галерею, на которую выходили двери жилых помещений, обитые до трех четвертей своей высоты гвоздями с блестящими шляпками. Посередине атриума находился имплювиум, мраморный бассейн для стока воды с крыши, откуда она уже собиралась в цистерну. Между колоннами на пьедесталах возвышались вазы из красной глины, полные цветов. Четыре мраморных доски, поддерживаемых крылатыми львами, окружали имплювиум, и среди них возвышалась статуя амура, служившая в дни празднест резервуаром для воды. А кто он любовался стройными прочными колоннами синеватого мрамора, такого же, как панели галереи, что придавало атриуму мягкий, неопределенный оттенок, как будто все здание было погружено в море. Проводник передал гостя Одацис любимой рабыне, и она провела его в перистиль. Второй внутренний двор, гораздо меньших размеров, чем атриум, по своей пестрой отделке напоминавший греческий стиль. Колонны были выкрашены при основании в красный цвет, который выше смешивался с золотом и лазурью на желобках и капителях, расходясь по архитектурным украшениям потолка над портиком. На непокрытой части перистиля у входа помещался глубокий водоем прозрачной воды, где, как золотые искры, сверкали сновавшие взад и вперед рыбы. Кругом него мраморные скамьи, поддерживаемые ножками с головой гермеса, столы на дельфинах с извивающимися шеями, кусты роз, в листве которых скрывались белые или терракотовые статуэтки, представлявшие сладострастные позы, а стены перистиля между дверями жилища были заняты большими картинами греческих мастеров. Орфей со своей тяжелой лирой, обнаженной и в фригийском колпаке, окруженной львами и пантерами, слушающими его пение, склонив головы и сдерживая рыдание. Венера, выходящая из пены морской, Адонис, которого лечит мать Амура и другие сцены, выставлявшие силу искусства и любви. Как-то он вышли два молодых раба и отвели его в ванну. По выходе из нее его снова встретила Одацис и пригласила войти в библиотеку, помещавшуюся в глубине перистиля. Это была большая комната с мозаичным полом, представлявшим торжество вакха. Молодой бог, красивый как женщина, обнаженной и увенчанной виноградными листьями и розами, ехал верхом на пантере, ударяя в тирс. Стены изображали знаменитые места из Илеады. На столах были разложены книги, очень объемистые, а мелкие в связках лежали в плетеных корзинах внутри обитых шерстяной тканью. А кто она поразила богатство библиотеки, заключавшей больше ста книг, она представляла из себя целое состояние. Мореплаватели получили от сонники поручения приобретать все выдающиеся сочинения, какие встречали в своих путешествиях, и афинские книготорговцы передавали им интересные книги, пользовавшиеся распространением в их городе. Книги все были из папируса, полосы его обертывались вокруг умбеликуса, деревянного или костяного цилиндра с артистической резьбой по камням. Листья, исписанные с одной только стороны, были пропитаны с другой стороны скипидаром в предохранении от моли. На верхней стороне, разрисованные пурпуром, блестели названия книг, написанные киноварью и золотом, имя автора и заглавия. Его почтительный взгляд переходил с Гомера на старинном папирусе, выцветшем атлет и произведений Фалеса и Пифагора к поэтам современным Феокриту и Калмаку, свитки которых были развернуты, указывая на недавнее чтение. А кто он услышал легкий скрип сандалий в перестиле и в раме бледного золота, образованной на полу светом, проникавшимся двора через дверь, обрисовалась тень, то была сонника, одетая в легкую белую тунику, при свете падавшем на ее плечи под прозрачным облаком одежды отчетливо обрисовывался восхитительный абрис ее тела. «Приветствую тебя, Афининин», сказала она с утонченной гармонической интонацией. «Прибывшие оттуда хозяева у меня в доме, сегодняшний пир будет в честь тебя, покажи, как Афининин может царить за столом и вести разговор». Актуон, несколько смущенный присутствием красивой женщины, окутанной опьяняющим благоуханием, начал говорить о доме, о своем восхищении перед его великолепием в варварской стране и о восторге, возбуждаемом его хозяйкой в городе. Все говорили ему о богачке Соннике. «Да, так они меня зовут, хотя иные и критикуют меня, но теперь поговорим о тебе, Актеон. Расскажи мне, кто ты? Твоя жизнь должна быть интересна, как жизнь у Лиса, а прежде скажи мне, что нового в Афинах?» И между двумя греками завязался продолжительный разговор. Сонника желала знать, какие куртизанки были самыми известными и считались законодательницами моды. Она оживилась, довольная тем, что могла вспомнить прошедшее. Она помолодела, забывая свое сагунтинское богатство. Она как будто снова жила на улице треножника. А Актеон был одним из бедных артистов, посещавших ее по вечерам, чтобы потолковать по-товарищески о городских делах. Она смеялась, слушая рассказы о последних шалостях праздных людей из Агоры, песенки, бывшие в ходу год тому назад, когда Актеон уехал из Афин, и, нахмурившись серьезностью пожилой женщины, подробно вникала в последние новости одежды и причесок наиболее знаменитых гетер. она удовлетворяла своему любопытству оторванной от родины Афиненки, подробно расспрашивая о полной приключениях жизни своего гостя. Актеон вел рассказы просто и чистосердечно. Он родился в Афинах и переехал в Карфаген десяти лет. Его отец, состоя на службе Африканской республики, воевал вместе с Гамилькаром в Сицилии. Один и тот же раб-грек смотрел в одном из внутренних селений за сыном греческого наемника и за четырехлетним мальчишкой Гамилькара Ганнибалом. Афининин помнил, как народ поколачивал этого маленького зверька в ответ на укусы, которыми африканец наделял его невзначай во время игр. Он описал восстание наемников со всеми ужасами, превратившими его в беспощадную войну. Отец его, оставшийся верным Карфагену и не хотевший взяться за оружие вместе со своими товарищами, был за это распят карфагенской чернью, которая забыла раны, полученные им на службе республики, видела в нем иностранца, друга Гамилькара, ненавистного сторонниками Ганона. А кто он чудесным образом спасся от кровавой расправы и верный раб Гамилькара отправил его на судне в Афины. Там, благодаря покровительству одного родственника, он получил воспитание, даваемое всей греческой молодежи. Он получал награды в гимназии за атлетическую борьбу, бег и метание диска. Он научился ездить на лошадях, даже не опираясь ногой о древко копья. Чтобы смягчить суровость такого воспитания, его учили играть на лире и петь стихи в различных стилях, а достигнув полного физического и умственного развития, он был отправлен наравне со всеми афинскими юношами для обучения воинскому искусству в один из пограничных гарнизонов. Ему стало ненавистно подобное прозябание. Он был беден, но любил удовольствие. В его жилах кипела кровь его предков, бывших солдатами-искателями приключений, и он бежал из Африки, поступил на рыболовное судно Понта Эквинского. После этого он был мореплавателем, морским и сухопутным купцом, его караваны ходили вглубь Азии к воинственным племенам и народам, жившим изнеженной жизнью древней цивилизации, приходившей в упадок. Он был могущественным лицом при дворах многих тиранов, восхищавшихся его способностью выпивать залпом амфору душистого вина и побеждать своей афинской проворностью гигантских телохранителей на поединках. Разбогатев, он выстроил на Родосе дворец моря и давал там пиры, продолжавшиеся по двое суток. Землетрясение, низвергшее колосса, подорвало и его богатство. Его корабли потонули и волны залили его магазины полные товаров. Он снова начал скитальческую жизнь по всему свету, был и учителем пения, и преподавателем военного искусства, пока привлеченный Спартанской войной, не поступил в войско Клеомона, последнего греческого героя, которого сопровождал тогда, когда тот побежденный сел на корабль, убежденный, что богатство уже не вернется к нему. Огорченный тем, что весь мир был теперь Кархагеном и Римом, а Греция повергнута в забвение, он искал убежище в Сагунте, маленькой, почти неизвестной республике, надеясь найти кусок хлеба, и мир в ожидании последнего часа. Он хотел, если только не отвлечет его война, написать историю своих странствований. Сонника следила за рассказом Актуона с интересом, глядя на своего собеседника с участием. И ты, бывший героем и могущественным человеком, хочешь служить в этом городе простым наемником? Мопсо-стрелок обещал меня отличить. Этого недостаточно, Актеон. Ты станешь жить, как все солдаты, проводя жизнь в тавернах предместе и спать на ступени храма Геркулеса. Нет, ты поселишься здесь. Сонника окажет тебе покровительство. И в ее блестящих глазах, увеличенных темными кругами, появилась нежность, как бы материнская ласка. Афининин смотрел с восторгом на нее, стоявшую в своей одежде, как бы обвитая белым облаком среди полумрака библиотеки, получавшей свой свет, как все греческие библиотеки, только из двери. Пройдем в сад, Актеон, вечер темный, и нам можно будет насладиться несколько минут в рощицах академии. Они вышли из дома и пошли по извилистой аллее, обнесенной высокими лаврами, под которыми растирались ветви платанов, поливаемых вином для усиления их роста. На террасе дачи два павлина пронзительно крича взлетели на булюстраду и распустили свои величественные хвосты. Актеон, глядя при солнечном свете на свою красивую покровительницу, чувствовал, как по его телу пробежала дрожь желания. На соннике был только один греческий хитон, открытая туника, сдерживаемая металлическими брошками на плечах и перехваченная у талии узким золотым поясом. Обнаженные руки выходили из белой ткани, а разрезные края туники, спускавшиеся до щиколоток и сдерживаемые несколькими маленькими брошками, распахивались на каждом шагу, обнажая перламутровую наготу. Полотно было так тонко, что через его прозрачность просвечивали окружности розового тела, казалось, плававшего в тенистой ткани. А кто он? Тебе не нравится мой наряд? Нет, я любуюсь тобой. Ты мне кажешься афродитой, выходящей из волн. Давно я не видел прелестей афинских красавиц. Меня испортили мои странствования среди грубых варваров. Это правда. Как говорит Геродот, почти все негреки смотрят на наготу, как на что-то постыдное. Если бы ты знал, как возмущались вначале жители этой страны моими афинскими привычками, как будто на свете существует что-нибудь прекраснее человеческого тела, как будто нагота не высшая красота. Ведь поклонились же Фрине, появившейся в полной наготе своего тела, перед старцами Ареапага, ведь вырвала же она крик восхищения у тысяч странников, собравшихся на елеврийские игры, когда ее белая фигура показалась из волн, как луна из-за облаков. Она сделала красотой своих грудей больше, чем могущество богинь. «Ты не веришь в богов?» спросил Актуон с тонкой улыбкой Афинина. «Так же, как ты и все тамошние, богини только служат образами для художников, и, если они терпимы у старика Гомера, так потому, что он умеет рассказывать об их спорах в красивых стихах. Нет, я не верю в них. Они простые, легковерны, как дети, но я люблю их, потому, что они красивы. Во что же ты веришь, сонника? Не знаю, в нечто таинственное, что пробудило нашу душу к жизни. Я верю в красоту и любовь». Гречанка на минуту задумалась, а затем продолжала. «Я презираю варваров не потому, что они не знают великолепия искусства, но за их ненависть к любви, которую они связывают всякими законами и предупреждениями. Эти законы лицемерны и безобразны. Варвары воспроизведения рода считают преступлением и с ужасом, отвертываясь от ноготы, окутывают свое тело разными тряпками, будто оно представляет отвратительное зрелище. А между тем, чувственная любовь, слияние двух тел есть та любовь, от которой мы родились, и без нее источник жизни иссяк бы, и мир перестал бы существовать. Этим мы велики, серьезно сказал Актеон. Благодаря этому наше искусство наполняют землю, и все преклоняются перед нравственным величием Греции. Мы народ, сумевший возвысить жизнь, поклоняясь ее источнику. Мы без лицемерия удовлетворяем потребностям любви, и поэтому лучше других понимаем потребности души. Ум работает лучше, когда не чувствуешь тяжести тела, мучимого воздержанием. Мы любим и учимся, наши боги ходят ногами без иного украшения, кроме луча бессмертного света на челе. Они не требуют крови, как те божества варваров, закутанные в одежды, оставляющие открытыми только зверские лица. Они красивы, как смертные, они смеются, как смертные, и их смех, раздающийся с олимпа, распространяет радость на земле. Любовь, чувство добродетельное, она рождает все великое, одни только варвары клевещут на нее, скрывая ее, как нечто постыдное. Я знаю народ, у которого на любовь, на божественное слияние двух тел смотрят, как на сквернение, сказал Актеон. Это израильтяне, несчастное племя, живущее в бесплодной стране вокруг храма варварской архитектуры, заимствованной у всех народов. Они лицемерны, хитры и жестоки. Потому любовь им ненавистна. Если подобный народ достиг величия Греции, если бы он овладел миром и предписывал свои законы, если бы ему случайно удалось погасить вечный свет, сияющий в Парфеноне, человечество погрузилось бы во мрак, сердце его высохло и мысль умерла, земля превратилась бы в некрополь. Все сделались бы ходячими трупами и протекли бы многие века, пока человечество вступило бы вторично на дорогу, ведущую к нашим веселым богам, культу красоты, придающему радость жизни. Сонника, слушая грека, подошла к высоким розовым кустам и, срывая цветы, вдыхала с наслаждением их аромат. Ей казалось, что она в Афинах, в саду на улице треножника, слушает своего поэта, посвятившего ее в сладкие тайны любви. И она взглядывала на Актеона с явным и откровенным увлечением, с покорностью рабыни, говорившей глазами «проси» и как бы ожидавшей только слова, чтобы упасть в его объятия. Ветерок тихонько проносился по саду, через листву виднелось пурпурное небо, горевшее при закате. Под деревьями начинал ложиться таинственный полумрак, шум полей, движения на дворе дачи и в домах рабов вместе с криками чужеземных птиц на террасе, казалось, доносились из отдаленного мира. Из двух кустов роз поднималось изваяние приапа, вырезанного в древесном стволе. Первобытное изображение бога улыбалось похотливо, выставляя вперед свою волосатую грудь и выгибая бедра как бы для того, чтобы лучше показать признаки мужского начала, окрашенные в красный цвет. Сонника улыбнулась, видя, что Афининин смотрит на бога. «Ты знаешь, что существует старинный обычай отдавать сады под охрану приапа? Говорят, что он пугает воров. Мои рабы верят этому, но я сохраняю бога как символ жизни среди этих роз, не уступающих в красоте розам пестума». Грубость жеста приапа дополняет собой нежную грацию амура. Они пошли молча медленным шагом по аллее стройных кипарисов, в конце которой открывался грот с входом затянутым плющом, через который лился зеленоватый рассеянный свет. Белый амур выбрасывал из раковины струю воды, как будто тихо плакавшую, падая в алебастровый резервуар. Здесь куртизанка проводила жаркие часы дня. Сонника, взявшись за золотой пояс гречанки, он уронил его на пороге. Белые атласные руки куртизанки обнажились до горла, как змеи, выточенные из слоновой кости. Ее голова любовно склонилась на плечо грека, устремившего на нее темно-синие глаза, увлажненные крайним волнением. «Тебя ко мне посылают Афины», прошептала Сонника в нежной Истоме. «Встретив тебя сегодня утром на ступени храма Афродиты, я приняла тебя за Аполлона, спустившегося на землю. Испытай в моих объятиях восторги богов. Сопротивление невозможно. Я давно изменила Амуру, но божок мстит, и я люблю тебя. Приди ко мне, приди». Она тянула Актеона, обвив его шею руками, застежки туники расстегнулись, они спустились вдоль тела, и в сумерках грота красота обнаженной гречанки сверкнула на мгновение бледным сиянием. Гостей, приглашенных Сонникой, было девять человек. Прибыв с наступлением ночи, кто в экипажах, кто верхом, они проходили между охранявшими вход в виллу рабами, державшими факелы. Когда Сонника и Актеон вошли в зал упиршества, гости стояли группами около пурпуровых лож вокруг круглого стола, мрамор которого рабы вытирали губками, смоченными душистой водой. Четыре больших бронзовых светильника стояли по углам триклиниума. С них спускалось на цепочках множество курильниц с благовониями. Фитили трещали, распространяя яркий свет. От одного светильника к другому тянулись гирлянды из роз и листьев, окружая благоуханной изгородью обеденный стол. Около двери, выходившей в перистиль, на резных столах возвышались груды блюд, золоченых и серебряных ваз и острых вилок, которые должны были служить рабам при подаче кушаний. Кельсибирец Алорко разговаривал с Лакаро и еще тремя молодыми греками, возбуждавшими своей изнеженностью негодование сагунтийцев на форуме. Заносчивый варвар по обычаю своего племени не снял до начала ужина своего меча, которым был опоясан, потом привесил его за рукоятку из слоновой кости к ложу, чтобы иметь его постоянно под рукой. На другом конце стола два пожилых гражданина спокойно беседовали с Алько, миролюбивым сагунтинцем, с которым Актеон разговаривал утром на площадке Акрополя. Старики были давние друзья дома, греческие купцы, с которыми Сонника вела торговые дела и которых приглашала на свои ночные празднества, ценя умеренную веселость, вносимую ими. При входе влюбленной пары в зал все гости угадали ее счастье по влажным блестящим глазам Сонники и стоми, с которой Актеон склонял свою голову, венчанную розами и фиалками. «Уже влюбились?» с завистью прошептал Лакаро. «Ему повезло больше, чем нам, заметил кельтибериец просто, ведь он афинянин, и понятно, что неприступная Сонника склонилась к одному из своих». Познакомившись со всеми гостями, Актеон прошел по комнатам с уверенностью влиятельного лица, сознающего свое богатство, с видом человека, привычного к блеску и одним шагом вернувшегося из бедности к своим обычным привычкам. По знаку Сонники гости возлегли на пурпуровые ложа, окружавшие стол, и в залу вошли четыре девушки, едва вступившие в юношество, неся на головах с грацией привычных носильщиц корзины розовых венков. Они шли легкой походкой, как будто скользя по мозаичному полу под звуки невидимых флейт и своими тонкими детскими пальчиками увенчивали гостей. В комнате появился домоправитель, очевидно растерженный. Госпожа, эфобий, паразит, во что бы то ни стало хочет войти. При известии о приходе паразита среди гостей послышались крики и протесты. «Гони его, Сонника, он заразит нас своей бедностью», кричали молодые люди, со злобой вспоминая шутки, которые паразит позволял себе над их нарядами и привычками. «Позор, что город терпит этого дерзкого нищего», говорили солидные горожане. Сонника улыбнулась. Ей припомнилась жестокая эпиграмма, которую паразит посвятил ей. «Прогони его палками». Гости обмыли руки душистой водой в чаши, которую рабыня переносила от ложа к ложу, и Сонника отдала приказание начать ужин, когда снова появился домоправитель с суковатой палкой в руках. «Я его гнал, госпожа, да он не хочет уходить, его бьешь, а он все лезет». «Что же он говорит?» «Говорит, что празднику Сонники немыслим без присутствия фобия, а удары служат признаком, что его ценят». Красавица гречанка как будто сжалилась, гости засмеялись, и Сонника приказала впустить философа, но прежде чем домоправитель успел дойти до двери, эфобий уже входил в триклиниум, прилежно согнувшись, однако, глядя на всех дерзким взглядом. «Да будут боги с вами, да сопутствует тебе всегда веселье, красавица Сонника!» И, обращаясь к домоправителю, он высокомерно приказал «Братец, ведь тебе известно, что я как-никак вошел бы. В другой раз постарайся, чтобы у тебя рука оказалась полегче». И при смехе гостей он стал поглаживать себе лоб, где вскочила шишка, а кончиком старого плаща вытер несколько капель крови, выступивших за ухом. «Привет вшивому!» крикнул ему изящный Лакаро, но Эфобий не обращал на них внимания. Он смотрел на Актеона, помещавшегося рядом с Сонникой, и в глазах его сверкнул задорный огонек. «Ты попал туда, куда я полагал, Афинянин. И ты присоединился к этим изнеженным людям, окружающим Соннику и осыпающим меня оскорблениями. И не слушая шуточных возражений молодежи, он прибавил с заискивающей улыбкой. «Надеюсь, ты не забудешь своего старого приятеля. Эфобия!» «Теперь ты можешь выпить, не платя все вино, какого тебе хотелось выпить в тавернах форума». Продолжение следует...